И не просто страна особых возможностей, это особая цивилизация. Есть человек западный, есть человек восточный, но есть человек русский. То есть русский это признак цивилизационной общности. Русским в равной мере может быть и русский немец, и русский татарин, и русский еврей, но не может быть немецкого русского. Я надеюсь, кто знаком с моей информацией, он прекрасно эту тему понимает, и я не буду ее развивать. Речь идет о многонациональной русской цивилизации, где понятие русский характеризует исключительно мировоззрение и образ жизни человека, но никак не то, что написано в паспорте. И вот если сегодня посмотреть на день текущий, а будущее, конечно, наше проистекает из прошлого, из того, что происходит сегодня, то многое из происходящего сегодня глазами нашей цивилизации воспринимается с большим трудом. Но это для тех, кто не очень хорошо помнит историю. Я хочу обратить ваше внимание, что такое отношение к русскому духу, оно, к сожалению, которое мы отмечаем сегодня, в связи с украинскими событиями, оно характерно для последних столетий. Если вы посмотрите историю глобальную, начиная, может быть, с польской шляхты и времен Смуты, потом, продолжая наполеоновскими войнами, Крымской войной, Первой мировой войной, Второй мировой войной, то все эти события объединены некой единой целью. Это, если угодно, истребление русского духа. Так бы я интегрально, значит, обозначил вот все эти происходящие события. И в чем здесь проблема? Проблема в том, что единство на земном шаре может формироваться разными способами. Со времен Атлантиды были унаследованы такие представления, что можно сформировать единство в жесткой иерархии. Наверху, значит, некие управляющие, и потом каждый сверчок знает свой шесток, и все живут, и все счастливы. В том числе счастливы те, кто находятся фактически в положении рабов, но у них можно сформировать такую психику, что они этим довольны. Вы, наверное, вспомните, если произведение Ефремова некоторые, в частности, «Час быка», он как раз описывает, если вы помните там ситуацию на планете, где живут короткоживущие и долгоживущие, и когда абсолютно угнетенных короткоживущих хотят освободить, то наибольший протест они встречают со стороны короткоживущих. То есть они покорены вот через психологию. Так вот, можно спаять единство вот таким образом, а можно спаять единство так, как предлагает русская цивилизация, на основе любви, человечности и справедливости. И вот такой подход, он мешает глобализаторам, которые вот уже столетиями последними, а до этого, по крайней мере, на протяжении двух-трех тысяч лет, пытались вот сформировать вот такой толпоэлитарный механизм объединения человечества. Ну, пожалуй, наиболее ярко об этом сказал Тютчев, вы помните, наверное, он говорит, два единства. Ну, вслушайтесь, это написано как будто бы сегодня утром. Единство, или начать, если сначала, это тоже точно один в один сегодняшний день, и с переполненной Господним гневом чаши кровь льется через край, и Запад тонет в ней. Кровь хлынет и на нас, друзья и братья наши. Весь русский мир, сомкнись прочней. А дальше вот о дне сегодняшнем опять же. Единство возвестил оракул наших дней. Быть может, спаяно железом лишь и кровью. Но мы попробуем его спаять любовью, а там увидим, что прочнее. Вот, собственно, суть происходящего сегодня. И об этой сути точно так же Федор Иванович Тютчев, как и о единстве, сказал вот, следующие строки тоже звучит так, как будто бы написано сегодня утром. Вы видели, сколько лжи на Украине было в последние 25 лет, а теперь вот ситуация, которая была в Крымскую войну, во времена, в которой писались эти строчки Тютчева. Слушайтесь, насколько они актуальны сегодня. Ложь воплотилась в булат каким-то божьим попущением. Не целый мир, но целый ад тебе грозит неспровержением. Это он, Россия. Все богохульные умы, все богомерзкие народы со дна поднялись царства тьмы во имя света и свободы. О, в этом испытании строгом, в последней роковой борьбе не измени же ты себе и оправдайся перед Богом. О чем это Федор Иванович Тютчев? А он как раз о том, о чем сегодня говорит и о той линии, которую ведет наш президент Владимир Владимирович Путин. Потому что, к великому сожалению, Запад живет по принципу цель оправдывает средства. Они провозглашают по словах некую цель великую. Вы слышали там демократия, свобода, гласность на словах. Но средства используют любые, потому что они живут по принципу цель оправдывает любые средства. А вот, к сожалению, то, о чем говорит Тютчев, одну буковку меняем, но принципиально меняет смысл. Мы живем по принципу цель оправдывают средства. То есть мы не можем применять их средства. Наши средства должны быть чисты, так же, как и наши помыслы. И только тогда, вот в конечном счете, мы получим нужный нам результат. И сегодня, если посмотреть на происходящее, я попутно, у меня очень много вопросов, которые были заданы по интернету, я потом на них отвечу, но и по ходу выступления буду касаться. В частности, Валясников Галина Семеновна задает мне такой вопрос, как раз о том, а как же сделать, чтобы на Украине был мир? И вообще, как сделать так, чтобы на планете царил мир? Ну вот, если кратко сказать, то, к сожалению, помочь нам может только понимание более глубокое всех происходящих процессов. Вот мера понимания – это единственный критерий, который будет снижать кровопролитие в ходе глобальной трансформации, потому что глобальная трансформация, она все равно происходит. Вы знаете, кто так знаком с нашей информацией, в соответствии с законом времени наступает принципиально новая эпоха с ускорением процессов обновления технологий, быстрее, чем поколений. То, о чем писал, помните, Пушкин об этих временах, и о той глобальной системе управления, которая 3000 лет, тем не менее, была успешна. Он звезды сводит с небосклона, он свистнет, задрожит Луна, но против времени закона его наука не сильна. Вот в соответствии с законом времени сегодня пройдут глобальные процессы трансформации, и в моем понимании лет эдак через 25 большинство на земном шаре будет говорить по-русски. Потому что я, выступая в Китае, как-то на конференции сказал, если вы хотите сохранить все то зло, которым пропитан весь земной шар, то тогда изучайте английский. Но если вы хотите увидеть светлое будущее и прийти к нему, то нужно изучать русский язык. Основными цементирующими скрепами русской цивилизации являются справедливость, русский язык и творческое наследие Пушкина. Не буду это пояснять, но кто с нашей информацией знаком, тот поймет, о чем я говорю. Так вот, о том, что происходит сегодня, я бы хотел вам напомнить, и вот о позиции нашего президента, я бы хотел вам напомнить позицию Кутузова, очень важного для сегодняшнего момента. Он как-то говорил о том, что у имеющих терпение ничего никогда не происходит не вовремя. То есть вот, к великому сожалению, мир устроен так, что вот эта трехтысячелетняя драма человечества, для того, чтобы из нее выйти, нужно иметь очень высокую степень терпения, чтобы изменить что-то, ну, хотя бы лет на 500, на 700. Конечно, если изменить что-то на год, на два или на 70 лет, то можно сейчас что-то запустить, какие-то процессы. Но то, на что сегодня выходит Россия, это изменение глобальной истории человечества, по крайней мере, еще раз повторяю, на столетия. И если посмотреть на даже такие некоторые матричные вещи, вот я вам приведу цитату из Корана, как ни странно, но она тоже вот актуальна сегодня. Значит, это сура 96-я, она звучит так. «Разве не знал он, что Бог видит? Так нет. Если он не удержится, мы схватим его за хохоу. Хохоу лживый, грешный». И сегодня, если у нас будет доставать терпение, то мы с вами должны понять, что нам нужно добиться того, чтобы вот эти силы зла, насилия, несправедливости дискредитировали себя сами. То есть они ждут того, что мы вмешаемся в этот процесс, и тогда удастся списать все проблемы на Русь. что вот Русь, она там, так сказать, агрессор, да, так же точно было во времена Сталина, когда, в общем-то, готовилась же глобальная провокация, мало кто знает, но ситуация сегодняшнего дня, она сродни, в общем-то, тем процессам, которые протекали накануне Второй мировой войны, когда Гесс регулярно летал в Лондон на переговоры, а помощник Гитлера летал к Рузвельту, потом он стал, кстати, его помощником, и они, значит, пытались найти соглашение и добиться того, чтобы у Сталина сдали нервы, чтобы он не выдержал, и чтобы, будучи абсолютно уверенным в том, что война неизбежна, первым начал бы войну и нанес бы упреждающий удар. Вот главная задача, которая ставилась на этих переговорах. И Гитлеру были даны гарантии, что если так и произойдет, и если Сталин может быть представлен в глазах общественного мнения как агрессор, то тогда все эти три страны единым фронтом выступят против Сталина. Сталин имел очень неплохую разведку, понимал эти замыслы, и именно поэтому он не быстро среагировал на начало войны, хотя и то его пытаются сейчас сравнить с агрессором откровенным. Если бы он ответил моментально, то тогда точно в истории потом уже как бы все было затушевано, и уже было бы неясно, кто же нанес первый удар, Сталин или Гитлер. Поэтому точно так же сегодня весь сценарий, который реализуется на Украине, он сориентирован на одно, что у президента Российской Федерации не выдержит нервы, и он, значит, первым введет свои войска на Украину, и тогда можно разыграть уже крупный сценарий, который всем хорошо известен, и эти сценарные линии прекрасно отработаны. Тут нет ничего нового. Так вот, ситуация в мире, конечно, очень непростая сегодня. Конечно, вы представляете, насколько тяжело сегодня никак не только каждому из нас, у кого русский дух присутствует в сознании вне зависимости от национальности, но и насколько тяжело нашему президенту. К счастью, он владеет такими очень серьезными концептуальными знаниями и нервами его выдерживает. Я хотел бы, пользуясь случаем, обращаясь к широкой прослойке молодежи нашей думающей, которая сегодня и в прямом эфире нас слушает, которая здесь присутствует, что ситуация в России, в общем-то, очень непроста, но она абсолютно управляема, контролируема, наше дело правое, и нам главное иметь выдержку, потому что до той поры, пока этот режим не дискредитирует себя полностью сам, очень сложно начать некую линию, которая окажется позитивной в глазах мировой общественности с учетом возможностей и средств массовой информации, все равно что. И в этой обстановке я бы хотел обратить ваше внимание, что наша встреча происходит ровно за месяц до выборов, которые пройдут в нашем городе. Это выборы и губернатора, и выборы местных органов власти. И вот обращаясь к молодежи, я хотел бы сказать, что ситуация сегодня настолько остра, что, конечно же, особое внимание привлечено к городу Петербургу. По разным обстоятельствам, он являлся инициатором самых разных историй в жизни нашей страны. И есть, конечно, у Петербурга в том числе и большой должок, если угодно, перед русской цивилизацией. Так вот, хотелось бы, чтобы мы с вами понимали, что сегодня, конечно, очень хотелось бы врагам духа русского и врагам сохранения русского духа как-то получить какие-то козыри, в том числе во время выборной кампании. Ну а какие могут быть козыри на руках? Ну, прежде всего, низкая явка. Ну, во-первых, сентябрь месяц такой непростой. Ну, потом молодежь у нас сейчас не очень так политична. Поэтому я хотел бы, ну, в общем-то, если угодно, для тех, кто уважает меня, просто попросить прийти на выборы, почему нужно это сделать. Потому что, ну, тот же Георгий Сергеевич Полтавченко это человек абсолютно доверенный у нашего президента. И, скажем, низкая явка, она может спекулятивно использоваться любыми недругами России для разного рода инсинуаций и разного рода пропаганды. Поэтому, может быть, вот в такой ситуации, которая сложилась в нашей стране, вот мне хотелось бы надеяться, что мы понимаем, в общем-то, свою гражданскую ответственность за то, что означают выборы в городе Санкт-Петербурге. Сейчас вот много говорят о санкциях, но, на мой взгляд, все идет очень грамотно и правильно. К великому сожалению, вот многие из важнейших, таких концептуально значимых вопросов мы осознаем только в критические ситуации. А хотелось бы, чтобы мы понимали это гораздо раньше, потому что земля наша обильная и богатая, но прокормить мы могли бы нашими ресурсами земельными весь земной шар, у нас с вами так напомню цифру, по 12 гектаров на каждого человека. Если вы поделите количество земель на количество проживающих, по 12 гектаров земли на человека. Из них 24% сельскохозяйственных, то есть вполне приличных земель тоже хватает. И вот положились мы на то, что заграница нам поможет. Это неправильно не только экономически, это неправильно, потому что безопасность любой общности, тем более цивилизационной, она начинается вовсе не с военной безопасности, а с безопасности продовольственной. Потому что продовольственная безопасность всегда первична. Мне вот понравилось, как организуют военные парады Лукашенко, у него идет вначале военная техника, а потом идет сельскохозяйственная техника. Это мировоззренчески очень правильно, потому что если нет сельскохозяйственной техники, то тогда военная тоже не нужна. В любой момент вам перекрывают краник продовольственный, и на этом любой режим прекращает свое существование. Но и на уровне философско-мировоззренческого, если угодно, таком важном для генетического сохранения нашего народа, этот вопрос тоже чрезвычайно важен. Я вам позволю себе напомнить апокриф из Иисуса Христа. Значит, ну, апокриф, вы знаете, то, что не включено в официальные Евангелия, тем не менее приписываются эти слова Иисусу Христу, и сказано, они были в каких обстоятельствах. Иисус Христос встретился с заморским купцом и очень негативно отозвался о нем. Тот был удивлен. Как? Я привез из-за моря, из-за океана, значит, явство и еду для людей сюда, твоих, а ты недоволен. Он говорит, о, это все, что ты делал, это не для здоровья и не для людей. Это делал для денег. Другая энергетика в этом продукте. Но сегодня это особенно понятно, да, потому что сегодня в некоторых продуктах, поступающих из-за рубежа на 100 граммов продуктов, до 10 граммов красителей, стабилизаторов и улучшителей вкуса приходится, да, то есть, по сути, это такое генное оружие, если по факту смотреть. Так вот, а завершил Иисус Христос вот той фразой, которая у меня на слайде. Он говорит, каждый народ должен питаться плодами своей земли. Несчастлива та земля, которая не кормит свой народ. Здесь очень глубокий подтекст, вот тройное дно какой-то этой фразы. Я думаю, что вы на досуге попробуете разобраться в глубине этих мыслей, начиная с того, что есть понятие широтности питания. То есть, питаться нужно тем, что произрастает в вашей зоне. То есть, чукотка, да, там, оленя-тюленя, что называется, так, веками заточен, значит, организм на такую пищу. Если вы живете в нашей зоне, то это рожь овеса. Если вы живете поюжнее, то это пшеница. Если южнее, то это рис. Вот, собственно, питание, если у человека генетические линии в этой земле сидят, то предпочтительнее иметь для сохранения генетики здоровья именно понимать вот эту широтность питания, понимать сезонность питания и многие-многие другие вещи. Вот то, о чем я говорю, такая особенность русской цивилизации, да, она понимается не только нами, она очень широко понимается сегодня за рубежом. Вот только буквально сегодня я получил письмо из Финляндии. Пишет знакомый мне человек о том, что он готов всячески содействовать нам, он был в нашем университете, знает нашу позицию, он имеет прямые выходы на президента Финляндии. Как я мог бы вам помочь, потому что то, что несет в себе Россия, нет ни у одного иного народа. То есть наш народ, что называется, такой богоносный. И вот я вам пример приведу французский геополитик Эмерик Шопрад. Была даже такая статья, я говорю, кого интересуют детали, в моей презентации везде ссылочки даны, вы можете эти детали все посмотреть, они сегодня есть в интернете. Так вот, он дает такую информацию, Россия источник надежды для народов мира. И он пишет, что важен не только ее потенциал для создания мультиполярного мира и геополитического равновесия, но важно, что Россия это отличная от западной цивилизационной модели модель, где в углу угла ставится человек, который полностью противоположен культу денег. И дальше продолжает. Россия может стать источником надежды для многих народов мира, потому что она несет в себе эту альтернативную цивилизационную модель. Я вам могу десятки других примеров привести из позиции специалистов зарубежных, которые вот эти вещи понимают. То же самое я хотел бы вам сказать о позиции нашего президента. Он говорит о суверенитете, говорит, что суверенитет это очень дорогая вещь и на сегодняшний день, можно сказать, эксклюзивная в мире. И завершает фразу, Россия такая страна, которая не может существовать без защиты своего суверенитета. Она либо будет независимой и суверенной, либо, скорее всего, ее вообще не будет. Вот это мы с вами должны понимать, что поставлено на карту. То есть нас с вами никто не будет кормить так, как кормят Прибалтику или Польшу. Россия или будет, как страна и цивилизация, или ее не будет вообще. И вот если мы говорим о суверенитете, то сегодня на встрече с вами я впервые, может быть, ну некоторые вещи я, естественно, я не могу там на каждом выступлении давать принципиально новую информацию. Я даю как бы общую матрицу. Но вот дальше пойдет информация, которую я специально для сегодняшней встречи подготовил. И хотел бы показать, что если молодежь поймет вот то, о чем я сейчас скажу, и будет руководствоваться этим, то будущее нашей цивилизации, впрочем, как и всего человечества, обеспечено. Я хотел бы вам дать информацию к пониманию концептуальной властности общества и государства. Потому что как-то вот в большинстве случаев мы привыкли, что есть законодательная, исполнительная, судебная власть, вот мол, они все и решают. Но я хочу вас спросить, а законы, они что? Они берутся из химической реакции какой-то? Или не способны свыше? Непонятно. Или что там, так сказать? То есть вы понимаете, что как-то здесь что-то остается недоговоренное, да что-то, есть какие-то механизмы. Так вот вся надстройка, которая над законодательной, исполнительной, судебной властью, вот она у меня здесь представлена, все начинается, а это, если угодно, и есть, как мы говорим, полная функция управления. Важно, чтобы наша молодежь как раз разобралась бы, наконец-то, в полной функции управления. Что такое уже управление в целом человечеством? Так вот, все начинается с совести и нравственно-мировоззренческих устоев общества. Нравственно-мировоззренческие устои общества. Они могут сформулировать, потому что из совести и нравственно-мировоззренческих устоев формируется концепция. А концепция – это, по сути, цели развития общества, пути и способы их достижения. Так вот, концепция, она может быть представлена как в лексической форме, допустим, Библии. Это, для тех, кто понимает, это концепция, глобальная концепция управления, как мы говорим, библейская концепция управления. Коран – это тоже концепция управления, принципиально иная. По базовым вещам Библия и Коран прямо противоположны по подходам. Кто знаком с нашей информацией, знает, что по большинству значимых проблем они прямо противоположны по смыслу. То есть там расставщичество по Библии – это инструмент управления, прописанный прямо детально в Библии, в книге второзакония. По Корану – это самый страшный грех на земле. Почему по Корану – это самый страшный грех на земле? Да потому что вот человек, который по Корану, как бы если образом так сказать, почему это грех? Потому что, понимаете, вот у человека, у банка есть там тысяча рублей. Он тысячу рублей отдал взаймы и все, да, и забыл про это. В конце года он сто рублей получает, а тысяча рублей-то она никуда не исчезла, она ушла к другому человеку. А сто рублей откуда? А просто вот из воздуха. Он получил вдруг сто рублей. А потом пошел в магазин и рубашку купил. То есть что получается? Получается, что он берет на себя миссию Бога, потому что Бог только творец и вседержитель и создатель как бы всего тварного мироздания. А тут человек на себя миссию Бога берет. Он ни из чего вдруг получает рубашку. Поэтому по Корану это не экономика, это нравственно-мировоззрительные устои. Просто не вот о чем мы говорили. Совесть. То есть по Корану это ты просто украл. Но если ты отдал сто рублей, а назад взял сто один, значит рубль ты украл. И тут это не экономика, это просто взгляд на мир. Ну, скажем, Коран категорически запрещает потребление алкоголя, табака, азартные игры. Поэтому, но есть концепции, которые не прописаны. Вот. Они не прописаны, и поэтому на Руси многие, в общем-то, тысячелетия и докрещения еще характерно было, что Запад живет по законам, а Русь всегда жила по пословицам и поговоркам. То есть концепция, вот эти нравственные мировоззрительные устои русской цивилизации, они отражались в пословицах и поговорках и в традициях. Они нигде не прописаны, но все все понимали, что вот это хорошо, это плохо, это по-божески, это не по-божески. То есть вот чем отличается Русь. И концепция таким образом является следствием вот господствующей совести нравственных мировоззрительных устоев. Совесть это врожденное чувство, которое даруется нам от Бога. Другое дело, что потом этот компас может быть перемотничен и совесть русский язык вы знаете, он весь пословный смысл имеет. Совесть это согласованная весть, это по сути связь с Богом через совесть происходит. То есть совесть это когда человек сверяет с промыселом Божьим и понимает куда ему идти. В соответствии с совестью он прокладывает свой путь по жизни, тогда у него не будет плохих случайностей в жизни. И вот концепция она порождает культуру. То есть вопросов были такие, что такое библейская культура. Но если общество живет в рамках библейской концепции, то и культура библейская. Вы зайдите в Эрмитаж и посмотрите на картину, которые там представлены. Они в большинстве своем будут ориентированы на библейские сюжеты. Возьмите там Коран и посмотрите на культуру стран, которые ориентированы на Коран. Принципиально иная культура. Там в большинстве своем алкоголь категорически запрещено. Но при этом тоже надо иметь в виду, что Коран и исторический ислам это все-таки разные вещи. И вот в рамках культуры только формируется уже правовая культура, как раздел культуры в целом. Правовая культура и законы. То есть вот откуда идет цепочка. Вот мне очень хотелось, чтобы молодежь понимала вот эту цепочку, с чего все начинается. А если мы будем просто брать законы, которые как бы от Бога и верить в их святость, то мы с вами тогда уподобимся вот в общем-то ситуации, когда иногда задаются вопросы, как это так, у нас население незаконно послушное. Да это неверный посыл. В принципе, что значит население незаконно послушное? Это значит законы не те. Это законы значит неадекватные нравственно-мировоззренческим устоям нашего общества. То есть если один может в течение суток зарабатывать 100 миллионов, а второй с утра до вечера вкалывая на колхозном поле не может своих детей прокормить, значит народ чувствует, что что-то здесь ребята законов-то никто не читал, естественно, как их там прочитаешь, там каждый день но все чувствуют, что что-то здесь не совсем так. И поэтому незаконно послушности надо прежде всего понимать, как необходимость пересмотреть законодательную базу, значит у них что-то не то. и в рамках культуры формируется уже и наука и образование, образовательный стандарт, они тоже вторичны по отношению к концепции. Поэтому если концепции нет, то тогда бесполезно ставить задачу давайте реформируем образование. Но как можно реформировать образование, не имея цели вначале? Если вы хотите реформировать образование, то вы хотите вначале вы обязаны поставить вопрос а ради чего? Ведь понимаете, в чем проблема, ребята, чтобы вы понимали уже, когда вы станете хозяевами и своей судьбы, и судьбы страны нашей, вы должны что понять? Вы должны понять, что полная функция управления, она начинается с образовывания факторов среды, а потом уже формирование целей в отношении этих факторов. Так вот, нужно всегда начинать с цели, а не начинать со структур. Вот есть структуры, ну давайте введем ЕГЭ, ну давайте сольем какие-то министерства, давайте реорганизуем, это не управление, это манипуляция называется, потому что управление начинается с цели полагания. Вот какие-то образные примеры, примерно как живет наша государственность. У нас все заняты тем, как долететь до Марса, но настолько заняты, что некому задать вопрос, а нужно ли туда лететь-то вообще? Кто эти, а никто не задает этот вопрос? Все разрабатывают теорию, как долететь до Марса. Или, к примеру, вот в разных концепциях совершенно разная наука, и разные подходы, и разная экономика. мы живем в рамках культуры после нас хоть потоп, то одни законы. Если живем по принципам сохраним все для будущих поколений, совершенно другая законодательная база и совершенно другие экономические принципы функционирования государственности. Или, скажем, мы по-крупному, если говорить об экономических целях, то прежде чем реформировать образование, мы должны определиться, Россия это наш дом, где мы живем, работаем, обучаем своих детей, отдыхаем, культурные программы организуем, или Россия общий европейский господин. И то, и другое, в принципе, можно считать, ну, как бы так сказать, то есть это субъективный выбор между тем, что Россия наш дом, или Россия общий или общемировой там, сырье про. Это две принципиально разных концепции. Если мы выбираем первую концепцию, то тогда образование должно готовить человека-творца, который может, как бы, так сказать, вот это все организовать. А если Россия общий мировой сырье пром, может быть, в общем, ну, как бы, так сказать, в мировом масштабе может такая схема нас устраивает, ну, тогда давайте откровенно скажем об этом, и тогда другие специалисты совершенно нужны. Тогда чем меньше люди понимают, тем меньше они вопросов будут задавать. Поэтому пока не заявлены цели страны, бесполезно говорить о реформировании каком-то целесообразном любых окраслей нашего знания, науки, образования, образовательных стандартов, законов, правовой культуры. это все можно делать только под какую-то концепцию. Нельзя просто, так сказать, давайте посовершенствуем образование, давайте образование посовершенствуем, но ради чего? Вы скажите, ради чего? Вот тогда ситуация будет иная. И, к сожалению, научно-управленческие знания истинные, они загармитизированы. Вот я впервые, может быть, сегодня, прямо перед отъездом к вам набросал такую схемку. Опять же, моя задача. Есть базовые глобальные разработки. Иногда недостает как-то, может быть, и усилий, и времени понять достаточно быстро эти разработки. Я своей целью ставлю, ну вот подавать эту глобально значимую информацию в такой максимально популярной форме, чтобы человек даже незнакомый с нашей информацией, мог очень быстро сориентироваться. Причем, я подаю в такой форме, что эта информация, она в равной мере доступна, в общем-то, всем, вне зависимости от образования. И вот сейчас там, я думал, если получится, может быть, такую книжечку на основе этой последней книги «Курс эпохи Вудалея», может быть, вот как-то иначе ее немножко переформатировать, где дать информацию о схемах глобального управления человеком и человечеством, но там, по сути, рубрика должна быть какая? Для рабочих и студентов, инженеров, президентов, то есть вот есть информация, она настолько проста, но она в равной мере ею не владеют ни рабочие, ни президенты. И иногда рабочий может овладеть этой информацией гораздо быстрее, чем, допустим, ученый с мировым именем даже и ученый со степенями. Почему? В этом нет ничего удивительного, потому что человек, он находится всегда в рамках внедренных в его сознание стереотипов. И чем более глубокие эти стереотипы, тем сложнее из них выйти. Поэтому я вовсе не хочу обидеть здесь ни представителей науки, ни образования. Это просто мы как бы являемся плодом вот той культурологической матрицы, в которой мы оказались. И я вам скажу, что я сам ведь был заложником этой матрицы. И выйти из нее очень сложно. Даже если вы с утра до вечера будете заниматься исключительно только вот чтением литературы, вот, ну, Пушкин, помните, говорил, и мало горя мне, свободно ли печать морочит овухом. К сожалению, сколько бы я читал, меры развлечения, у меня мера понимания и развлечения не добавлялась, пока не встретились вот конкретные люди, которые очень простым языком раскрыли мне глаза, что я, оказывается, нахожусь просто не в тех координатах. Так вот, схема герметизации научно-управленческого знания, она сводится к следующему. Истина состоит в том, что есть образование для хозяев, есть образование для клерков, есть наука эзотерика, эзотерика, то есть внутри только она, так сказать, неких систем присутствует, есть экзотерика, ну, для всех, для толпы, это принципиально разные мчения, эзотерика и экзотерика. И человечество всегда с момента вот запуска схем глобализации древнеегипетским жречеством, а это было во времена сразу после фараона Эхнатона 1375-1325 год до нашей эры, вот с той поры всегда было разграничение знаний на эзотерические и экзотерические. Но истина как раз в том и состоит, что вот есть две системы знаний, видите, у меня квадратик справа, но ложь состоит в том, что нет единой системы познания, базирующейся на вот эзотерических и экзотерических знаниях. Но чтобы мы с вами не вышли на истину, вот эта ложь о том, что нет единой системы, она разбивается на две лжи. ложь, которая слева называется, экзотерика. Вот, ребята, вот есть то, что написано в учебниках, в книгах научных, вот читайте, там все, ничего больше нет, больше ничего нет. Все остальное это домыслы. Это одна ложь, ложь номер один, но есть ложь номер два. Ложь номер два это так называемая конспирология или псевдоэзотерика, да, это когда вам начинают профанируя представление об эзотерике, люди, которые в этом деле ничего не понимают, наслышались кое-каких обрывков, потому что эзотерики иногда вбрасывают в общество специальные некие фрагменты знаний, и вот там, так сказать, подхватываются это дело такими, если угодно демонизированными личностями, и они начинают вот так бы, так сказать, под флагом эзотерики нести разного рода чепуху на 90%, конечно, там есть и вкрапления значимые, но серьезный человек, услышав значит, два-три посыла, говорит, о да нет, то есть он запросто своим сознанием опровергает то, что он слышит из уст этих носителей истины, и тогда у него полностью формируется недоверие ко всем этой информации, и на будущее, как только он слышит нечто несоответствующее с формализованным научным и образовательным доктрином, он говорит, а, ну это из разряда конспирологии, понятно, это там для малопонимающих и шутников, так сказать, вот так блокируется истинное миропонимание, потому что конспирология это просто ширма для закрытого проведения реальных схем управления через эзотерические знания, и не буду значит, здесь дальше, ну скажу, допустим, что в эзотерике там много отличного, ну в частности, значит, другая там, физика, об этом скажу, но еще разочек, чтобы вы поняли, что эзотерика это элемент, сопровождающий глобальное управление человечеством на протяжении последних трех тысяч лет, вот в подтверждение этого я хочу попросить здесь организаторов может быть включить, если у нас получится, небольшой фрагмент из выступления Грефа на Петербургском экономическом форуме, где, ну вот, прокололся он немножко, ну сказал об этом открыто, хотя, в общем, в открытую аудиторию это не очень принято. Вот есть у нас возможность включить это? Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще, потому что мне это вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть, власть фактически, в руки населения, и при этом, если каждый человек сможет участвовать напрямую в управлении, что же мы управляем? Потому что они понимали, как только все люди поймут основу своего я и самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят быть манипулируемы, когда они имеют знания. В иудейской культуре Каббла, которая давала науку жизни, она 3000 лет была секретным учением, потому что люди понимали, что такое снять пелену с глаз миллионов людей и сделать их самодостаточными, как управлять ими. Любое массовое управление будет подразумевать элемент манипуляции. Как жить, как управлять этим обществом, где все имеют равный доступ к информации, все имеют возможность судить напрямую непрепарированную, получать непрепарированную информацию через обученных правительствами аналитиков, политологов и огромные машины, которые спущены на голову средства массовой информации, которые как бы независимы, а на самом деле мы понимаем, что все средства массовой информации все равно заняты построением, сохранением страх. Так как в таком участие жить? И мне от ваших рассуждений становится страшновато, честно говоря. И мне кажется, что вы не совсем понимаете, что вы говорите. Ну вот, я думаю, комментарии здесь не требуется. Вот как раз, собственно, об этом речи идет. Что только кажется Герману Оскаровичу, что вот, если 3000 лет так было, то и будущее у нас такое же. Это, как сказал Паганович перед уходом из жизни, они не понимают закона времени. Это вот он говорил о графе. Вот в соответствии с законом времени больше управления в режиме толпы элитаризма не получится, потому что произошла смена логики социального поведения. И вот произошло это через 200 лет после того, как Пушкин написал об этом периоде, он называется еще период звезды. Вот. И Пушкин в своем стихотворении вот об этом моменте, который мы с вами переживаем, момент смены логики социального поведения, когда скорость обновления технологий вначале сравнялась со скоростью обновления поколений, а потом произошла ее. Японцы говорят, что каждые 5-10 лет надо менять господствующими земля технологии. Так вот, этот период звезды Пушкин, помните, его, собственно, боль душевная была в том, что он, к сожалению, родился примерно за 200 лет до периода звезды. И отсюда его пронзительный стих, потому что Пушкина мало кто понимает, Пушкин вовсе не поэт, у меня в моей книжке глава так и названа, Пушкин, как пророк русской цивилизации, он пишет, «Свободы сейте пустынны, я вышел рано до звезды, рукой чистой и невинной в порабощенные бразды бросал живительное семя, но потерял я только время, благие мысли и труды. Паситесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клич, к чему стадам дары свободы их должно резать или стричь, наследство их из рода в роды ермо с гремушками до меч». Вот, собственно, сегодняшняя наша встреча как раз ради того, чтобы эти строчки были не о нас с вами. И нам вовсе не нужно оппонировать с Германом Московичем, у него свой взгляд, и он считает, что вот такая пирамидальная система, где наверху элита, внизу толпа, толпа элитарная система управления обществом, она вот 3000 лет работала, и будет работать и дальше. Но у нас иное мнение, дальше это работать не будет. Дальше будет работать и продвигаться будет в жизни только в ситуации, когда мера понимания будет существенно повышаться. Ну, и будет происходить это через русский дух, через русскую цивилизацию. Нет в других странах подобных разработок и подобного понимания. Ну, я один примерчик тоже по эзотерическим факторам управления как пример. Чем отличаются такие закрытые способы управления? Есть способы, которые для толпы не озвучиваются. Возможно, восприятие происходящих процессов посредством телесных и биополевых духовных органов чувств. То есть, человеку от Бога это даровано. Вот, душой чувствует, сердце подсказывает и так далее. Дальше можно осмысливать эту информацию, а дальше излучать собственное биополе в окружающей среде для формирования мыслеформ, необходимых для воплощения. Это, в общем-то, такая обычная практика. У эзотериков это называется магия. Для тех, кто входит уже в понятие концепции общественной безопасности, он понимает, что это так называемое эгрегориально-матричное управление, и оно характерно только для человека разумного. Это зависит от строя психики. Вы знаете, человек по психике может быть иметь животный тип строя психики, тип психики, зомби-биоробота, демонический тип строя психики, тип строя человек разумный, который ориентирован прежде всего на интуитивные прозрения, подсказки души и вот на те самые биополевые духовные ощущения. Кстати, Пушкин о зомби-биороботах писал так, кстати, любой вопрос, который мы с вами не затронули, он так или иначе освещен в творчестве Пушкина. Он писал, он шумом внутренней тревоги был оглушен и так он свой несчастный век влачил. Ни зверь, ни человек, ни то, ни сё, ни житель света, ни призрак мертвых. Это о типах строя психики. Так вот, последние 20-25 лет в рамках общественной инициативы без каких бы то ни было поддержек финансовых, с какой бы то ни было стороны, потому что за деньги, к сожалению, невозможно написать ничего, кроме того, что вам заказчик заказывает. Если вы хотите нечто от Бога, как бы так сказать, больше ничем не руководствоваться, никакими заказчиками что-то почерпнуть, то вы не можете за счет, за счет, за деньги это сделать. Это может быть только от души на уровне общественной инициативы. Вот такая общественная инициатива в русской цивилизации всегда присутствовала, помните, в древние времена волхвы, калики-перехожие, Пушкин об этом тоже писал о таких людях, которые сегодня никуда не исчезли. Волхвы не боятся могучих владык, и княжеский дар им не нужен, правдиво свободен их вещий язык и с волей небесной дружин. Такие люди были, есть и будут. Именно поэтому русская цивилизация вот некая кость в горле у глобализаторов по-западному. Так вот, на уровне общественной инициативы была разработана концепция общественной безопасности. Она вообще доступна в интернете, как бы здесь и проблема западной цивилизации, что оболочку они предложили, интернет, а что они могут в нее разместить, кроме Джеймс Сахи и порноинформации и так далее. Там не так много чего можно разместить. А вот у нас та глобальная информация, которая накапливалась тысячелетиями русским духом, она сегодня представлена в интернете. Она вышла из глобальных эгрегоров древности. То есть, это не то, что кто-то взял и сегодня что-то придумал. Это просто всегда было. Просто это было где-то в душе и не озвучивалось. И здесь очень любопытный такой факт. Вы знаете, что 20 ноября 2013 года Владимир Владимирович Путин утвердил концепцию общественной безопасности в Российской Федерации. Так называется документ. Но если вот когда есть некий тоже как у Пушкина, знаете, есть первый смысловой ряд, есть второй смысловой ряд. Вот когда есть такие двойное дно, то там всегда можно это как-то уследить по некоторым деталям. Но вот я обратил внимание на одну деталь. 2013 год, 2013 год, подписана эта концепция, это на сайте президента так и указано в 13-20. Вот так немножко 20-13, потом 13-20. А потом еще что любопытно, что 13-20 это такое непростое сочетание цифр. вы наберете в интернете 13-20, то придет ответ «Священный секрет Майя 13-20». Вот так и называется. Ну и почти все, кто изучал Палендарь Майя вот эти мара, знают Иксус. Ну и потом здесь правда, иногда это обрастает разными так сказать историями. У меня в Ашкирии он мне тут же прислал, вдруг он увидел эту матрицу там, так сказать. Ну он, во-первых, был когда в Питере здесь в гостях, попросил одного из прохожих сфотографировать его в районе Казанского собора. Его сфотографировали. Он прислал мне эту фотографию. Значит, попали в камеру часы, и часы показывали 13-20. Это время, когда он фотографировался. Потом он посчитал, значит, количество медалей на последней олимпиаде получилось 13 золотых и 20 сталь. Ну, то есть это уже начинается, так сказать, каждый попадает, когда в эту матрицу. Ну, вот, собственно, обращение к нумерологии, оно иногда просто происходит тогда, когда не хватает серьезных аргументов. и так это просто некоторая наводка. Так вот, стержнем, если вы наберете в интернете концепцию общественной безопасности, то вы выйдете на серьезную разработку, за которой десятки и десятки книг, по всем, без исключения, отраслям общественной жизни. И стержнем концепции является достаточно общая теория управления, которая, по сути, говорит о том, что реальное управление, как еще раз говорю, начинается с цели полагания. Не может реформирование происходить там, каких-то систем, образовательных или еще каких, если вначале нет цели. Если у вас нет собственной концепции, или если вы не выставляете цели, то вы наверняка вляпались уже в чужую концепцию. То есть вы находитесь в рамках другой концепции, и в рамках этого коридора можете как-то нам маневрировать, но это ничего не изменит по существу. Ну и если говорить об общественном управлении, то стержнем концепции является понятие о приоритетах обобщенных средств управления обществом, вы знаете, что на состояние общества влияют очень многие вещи. То есть, ну помните, как в песенке, там пушинка какая-то слетела, и все стало в мире не так. Это действительно так. так вот, весь этот миллион факторов, влияющих на судьбу и жизнь общества, может быть, тем не менее, сгруппирован в шесть таких приоритетов, как мы их называем, обобщенных средств управления обществом. Первый, самый значимый приоритет, это мировоззрение, мировоззрение, то, о чем мы говорили, нравственность, мировоззрение, так сказать, миропонимание, это уже мировоззрение в лексике, миропонимание. Второй приоритет, исторический, хронологический, ваше будущее будет только таким, как вы понимаете свое прошлое, как у растений, какие корни, такой истины. Если у вас нет прошлого, то у вас никогда не будет будущего. Третий приоритет, это изологический, четвертый приоритет, это мировые деньги, это информационное такое оружие, потому что его нельзя просто взять в руки, да, и, наконец, материальное оружие, это два приоритета, уже гораздо менее слабые, чем вот те наиболее грозные приоритеты. Это генное оружие, алкоголь, табак, наркотики и военное оружие. Ну, как вот у военного оружия есть шкала, линейка там, пистолет, винтовка, автомат, пушка, вот, так и у генного оружия есть своя линейка, шампанское, пиво, вино, водка, героин. Кто-то мне скажет, что героин и шампанское, о чем вы говорите, я говорю вам, что героин шампанское, шампанское в нашем понимании абсолютно одно и то же, ничем не отличающиеся одно от другого. Это инструмент глобального управления человечеством, в моей книжке такой раздел есть, алкоголь и табак в системе глобального управления человечеством. Важно, чтобы человек начал с шампанского. А дальше, как только он тратил развлечения алкоголя и табака как инструментов управления, дальше, как говорят, процесс пошел. И отсюда возникают все проблемы в истории как государственности, так и общества, так и семей отдельных. Ну, я, собственно, дальше кратенько проиллюстрирую немножко, чтобы были понятны вот эти вещи. Ну, по мировоззрительному приоритету прежде всего. И, кстати, вот много вопросов у меня связанных с этой темой вопросы по Богу, потому что это вопрос мировоззрения. Что такое Бог? Как, так сказать, здесь выстроено это понимание? Вот, в частности, Степанов Алексей Викторович по интернету обращался ко мне с этим же вопросом. Поэтому сразу отвечая на вопрос, я хотел бы прежде всего обратить ваше внимание на что? Значит, я хотел бы обратить ваше внимание на самое начало Библии, книга Бытие. Вот у меня просто цитаты из 20... Это буквально первая-вторая страница Библии, 26-й стих книги Бытие, первая глава. Очень внимательно вслушайтесь, если вы это поймете, то вы можете поправлять многих церковных иерархов. Попробуйте спросить священнослужителя, как создан человек? Он вам скажет, человек создан по образу и подобию Божьему. Вы ему ответьте, вы ошибаетесь, это не так, и вы будете правы, и сошлитесь на Библию. Потому что в 26-м стихе сказано «И сказал Бог, не сделал, а сказал Бог, создадим человека по образу нашему и по подобию нашему». А дальше читаем Mills1 и сотворил Бог, и сотворил Бог по образу своему, образу Божию сотворил его женщину и их, женщину и мужчину сотворил их. То есть, не сотворил Бог человека по образу и подобию. Это мечта Бога, Чтобы человек был наместником Бога на земле и функционировал бы по образу и по подобию Божьему. Но подобие человек или приобретает за время своей жизни, или не приобретает. Очень понятно, наверное, это вам, потому что если условно человек попал с момента рождения на небитаемый остров, где живут только обезьяны, вы приехали через 12 лет туда. Кого вы увидите? Вы увидите обезьяну, которой уже невозможно ничему научить, а если можно научить, то ровно тому же, как и любую другую обезьяну. Все программы развития человеческой психики, они уже будут закрыты. И поэтому, если говорить о вере в Бога, то вот чем будет характерен для русской цивилизации прежде всего 21 век? Это будет век перехода от веры в Бога. Если вы послушаете, сейчас священнослужители наши, все говорят о вере в Бога. Будет переход к принципу вера Богу. То есть меняется только одна буковка и выпадает как бы слог, но принципиально меняется смысл. Вера в Бога, это значит, да, вера, что где-то что-то есть, да? А вера в Богу. А вера в Богу, это я вам скажу о своем состоянии души. Я отношусь к людям, верящим Богу. То есть я твердо знаю и верю, что если я правильно буду понимать Божий промысел, и если я буду следовать в русле Божьего промысла, то Бог тогда защитит меня от любых невзгод. К сожалению, я тоже могу ошибаться. И я могу уйти из русла Божьего промысла, и тогда я получу сверху щелчок. Вначале полный слух, потом полный. Потом другие происходят события, случайные. Потому что у Бога нет иного языка для общения с нами, кроме языка случайных жизненных обстоятельств. Когда я этот алгоритм не понял, а потом только прочитал у Анатолия Франца, случай – это псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться своим собственным людям. Или Пушкин. Ум человеческий, по простонародному выражению, не вещун, а угадчик. Он видит общих вот вещей и делает из оного глубокие предположения, зачастую оправдываемые временем, но не дано ему предугадать случая мощного мгновенного орудия проведения. Вот видите, сходится у очень многих великих людей вот это представление о том, что все случайности, которые сопровождают нашу жизнь, это и есть язык Бога. Очень хотелось бы, чтобы мы с вами понимали, что день рождения – это, может быть, первый и значимый праздник для каждого из нас, но не менее значимый – это день, когда человек понял, зачем он родился. Потому что вот родился, а потом наступает момент, когда человек понимает, зачем он родился. К сожалению, многие понимают, а только во смертном оде. Вот это, конечно, печально. Помните у Гёте, что старость в детство нас приводит к пустяке. До самой старости мы дети, вот в чём дело. Или Боже, кто те немногие, что век свой познавали, и чувств своих, и мысли не скрывали, отчаянно толпе навстречившим их распинали, били, жгли. Так вот, как же понять прописел Божий? То есть, если переходить в алгоритмику веры в Богу, я считаю, что вот такой принцип, он как раз мог бы объединить в равной мере усилия всех сегодня религиозных школ. И было бы очень здорово, если бы православие, сочетание слова «православие» взяло бы инициативу в таком продвижении. Почему? Потому что вера в Богу, она в равной мере должна быть характерна и для православных, и для католиков, и для мусульманов, и для буддистов. Но вряд ли кто-то противился бы этому, когда мы меняем уже теперь алгоритмику поведенческого человека. То есть мы не просто верим во что-то, а мы говорим, о нет, вера в Богу, извини меня, начни с себя. Ты живёшь по-божески, а это что такое? Не причиняешь вреда себе. Почему в моём окружении нет человека, кто бы в течение жизни сделал хотя бы ладок алкоголя? Не потому, что это вредно, потому что он знает, что Бог откликается только тому, кто не причиняет вреда себе. Первый признак жизни по-божески – не причинять вреда себе, не причинять вреда окружающим тебя людям, не причинять вреда мироздания. И вот, чтобы понять вообще Божий промысел, на мой взгляд, такое очень серьёзное, аутентичное, если угодно, послание Божие – это природа. Как-то у меня на эту тему были дискуссии со священнослужителями, когда они говорят, что нужно просто вычитать это из священных книг. Ну, я согласен, что там много чего нужно понимать и изучать, но всё-таки, допустим, у нас 30% мусульман, но я вам ещё раз говорил, что Библия и Коран, они прямо противоположные пишут. Значит, это не факс от Бога, это значит, что-то другое. А что же тогда аутентичным является посланием Бога? Вот, на мой взгляд, почему именно Аграрный университет сегодня занимается проблемами концептуальной значимости, это как раз потому, что, на мой взгляд, природа и есть священное описание в нашем трёхмерном мире. Хотите понять замысел Творца – изучайте его творение. Вот здесь две картиночки у меня, вот наверху пчёлы, это реальная картинка. Если пчела пытается занести гулей, она взяла нектар, который уже начал бродить. Ну, капелька была сладкого сиропа на стволе дерева, она тепло забродила, и там содержится алкоголь. Если пчела по недоразумению пытается занести алкоголь, содержащий нектар вулей, то её для начала сбрасывают слюдка. Если она предпринимает вторую попытку, то вот это как раз картинка вот этого действия, сторожевой отряд просто перегрызает ей лапки и сбрасывает с её слюдка. Вот, чувствуете, на уровне пчелы, поэтому не случайно в Коране вы найдёте слюду, пчёлы называются. Присматривайтесь к жизни пчелы, и он ногой вам откроется. Или возьмите голубя, да, вот мы говорим, тоска в родине, любовь к родине. Ну вот, у меня на Псковщине сейчас великолепные голуби почтовые, да. Увезите этого голубя за 500 километров от того глухого местечка на Псковщине, и он безошибочно прилетит в своё гнездо. То есть, понимаете, когда говорят, да ну чё это такое, откуда, какая там тоска, ну поехал туда, там сейчас я в Америке живу, и мне хорошо. Ну я не могу жить в Америке, я в Америке бывал там десяток раз, но больше недели там для меня жить просто невозможно. То есть вот нечто вот такое, что характерно для природы, оно и в нас тоже сидит, только мы не всегда внимательно прислуживаться к природе. Когда я вот это всё для себя осмыслил и понял, я с удивлением, вот честно говоря, буквально неделю назад, вдруг читаю у Михаила Ломоносова. «Природа есть в некотором смысле Евангелие, благовествующая громко творческую силу, премудрость и величие Бога. И не только небеса, но и нетро земли проповедую славу Божьему». Поэтому, если говорить дальше о этих вопросах, то главное в мировоззрении что? Чтобы человек состоялся в качестве наместника Божия на земле. Вот в чём смысл-то наш. А с другой стороны, самая большая опасность, это вот на следующей картинке. Тоже мне адрес в интернете здесь приводится. Статья называется «Обезьянь и бизнес». Исследования Кейта Ченя, они были проведены в Ельском университете в Соединённых Штатах. Значит, капуцины, обезьянки, они так дрессируемы, их научили пользоваться монетками. Вот, то есть просто монетку опускаешь и там получаешь банан, там ещё что-то. Чтобы монетку заработать, нужно там тяжёлый предмет поднять, там скажем, пять раз, и монетка выпадает. И когда их научили пользоваться монетами, начали смотреть дальше, как организуется эта стая дальше. И когда, в прошествии времени, они посмотрели, там выстроилась система отношений, один в один повторяющую систему отношений в человеческом обществе сегодня. То есть появились те, кто работает, дёргает тяжёлый предмет, появились те, кто сидят в сторонке, и когда монеток накопилось достаточно, отбирают у них эти монетки. Появились новые отношения между полами, когда, значит, наворовал монету кого-то, потом подошёл к соседке по поводу противоположному, и она стала сговорчивой после трёх монет, и так далее. То есть полностью, значит, эта стая скопировала жизнь общества. Вот чего мы с вами должны избежать. И вот то, чего добиваются глобализаторы сегодняшнего дня. Чтобы мы ничем не отличались от тех принципов, которые сегодня доминируют в обществе. А мы говорим, что вряд ли человек создан для жизни в облике обезьян. Если говорить об истории, то, ну, я не буду здесь подробно говорить, просто скажу о некоторых таких типичных ошибках, допускаемых в том числе и серьёзными такими политологами сегодняшнего дня. Вот, значит, история — это всегда инструмент глобального управления, и ничего больше. Значит, история всегда пишется теми, кто пришёл к власти для того, чтобы оправдать сегодняшние действия. И никогда не было ничего иначе. Поэтому, когда говорят, что, ну, вот если из истории выбросить там ложь, то тогда мы... А я думаю, что если из истории выбросить ложь, то тогда там вообще ничего не останется. Вот в чём проблема. И поэтому, когда нам говорят, что, ну, как, надо архивы изучать, я встречался с людьми, у которых работа такая была, к нам приходят люди иногда, такие, которые не представляются даже ни по имени, отчеству, ни по фамилии, и, значит, не представляются никак иначе. Ну, так, вот мы хотели с вами переговорить, дать краткую информацию. Вот у меня была такая профессия, я сидел в кровном месте, мне приносили такие листочки бумажки, я их заполнял, ну, и внизу стояла подпись с тайной. Ну, потом такие бумаги показывают, как, так сказать, достоверные архивные материалы. Потом многие из нынешних, вот таких, политических деятелей опираются на показания живых свидетелей, на мемуары. Говорят, откуда ты всё это знаешь? А я читаю мемуары. Так вот, чтобы вы знали, мемуары и личные наблюдения во многом и всегда пишутся на заказ. Просто так никто не пишет на мемуары. Находится заказчик, и, слушай, ну, там, конечно, 80-90% правды, но в самом главном вопросе, в вопросе, связанном с глобальным управлением, там даётся всё прям противополучие. Ну, вот отсюда у нас получается, что, вроде, там, Берия – это, значит, насильник, он там, так сказать, расстрелян был. И даже вы прочитаете, значит, показания человека, который вот сам лично расстрелял Берию, там, тут вот такая чепуха, хотя, думаю, сегодня так достаточно очевидно, что Берия просто это был глобальный государственный переворот, когда Берия был убит, так. Ну, это я вам говорю о своём понимании, естественно. Вот, и когда я в Китае выступал, и, ну, там, задавали нам вопрос, как это так, вот, значит, Советский Союз, вот, вот, на часе рухнул. Как вот, на часе? Советский Союз, его разрушение началось в 1953 году, с момента убийства Сталина, а основным исполнителем сценария был Жуков. Вот, именно поэтому, вот, смотрите иногда по мелочам, да, когда крушили все памятники, примерно в это же время, когда закончился развал Советского Союза, именно Жукову был поставлен памятник фактически на Красной площади. Вот, для тех, кто, как говорят, мелочи не имеют решающего значения, они решают всё. Кто читает не мемуары, а имеет развлечения и, значит, обращает внимание на мелочи, вот, для того открывается такая серьёзная истина. Поэтому история, вот, ну, вы помните, такая есть алгоритмика, кто владеет настоящим, тот всевластен над прошлым, а кто управляет прошлым, тот управляет будущим. То есть, какое прошлое вы написали, такое будущее вы получите. Что касается идеологии, то я здесь так уже кратенько пройдусь по некоторым моментам. Ну, вот, есть такое понятие окно Авертона, да. Это политическая теория пошагового внедрения социальных явлений инструмента уничтожения любого культурного института. Не буду на этом останавливаться, кто подробнее заинтересуется, в интернете это всё представлено. Берите, там окно Авертона, Джосеф Авертон описал эту теорию. Ну, и там вот начинается с того, с посылом в общество того, что абсолютно немыслимо и неприемлемо. Потом там начинается на эту тему разговоры, важно их начать. Потом говорится, да, это радикально. Потом, значит, высказывается мнение британских учёных всегда, чтобы вы знали, если идёт, значит, какая-то глобальная разработка, то всегда будет, а вот по мнению британских учёных, вообще-то это как бы так, да, что-то там есть в этом. Вот, потом появятся некие прототипы прошлого, вы знаете, а вот вообще-то вот, помните, там, 3000 лет назад, вот был такой человек, который к этому нормально относился вообще-то. А вот там были такие люди, они вроде там как бы тоже как-то вот к этому были склонны. И дальше уже это разумно, дальше это популярно, а дальше кто против этого, тот вообще, у него что-то с головой. То есть я тут вот для одной из типографий подготовили мы издание, и я написал, что гомосексуализм, конечно, это неприступно, но это порочно, потому что это противоречит Божьему промыслу. То есть Божий промысел есть в отношении всего и вся. И, в общем-то, вот, отказались публиковать книжку, потому что вот толерантности не хватает. Ну, толерантность, чтобы вы знали, изначальный смысл какой? Это отсутствие иммунитета. То есть вообще-то это из медицины. Что такое толерантность? Толерантность – это какая-то зараза в ваш организм вошла, а у вас нет возможности противостоять этому. И вот это называется толерантностью. Так вот, нам усиленно пытаются навязать толерантность, и это, в общем-то, самое страшное чуждоявление. Ну, если говорить о элементе идеологии и об образовании, то вот тоже очень любопытная информация, в интернете вы ее найдете. И такая статья была как-то «Как советский школьник обогнал Америку». В 1958 году Алексей Гуцков, он жив и поныне участвовал в эксперименте, который называл журнал «Лайф». На протяжении месяца репортеры издания наблюдали за жизнью двух школьников из США и СССР с целью выяснить часть системы образования лучших. Вот, и американский школьник был выбран из 700 человек, то есть как лучших. Но когда они сопоставили, они пришли в ужас, потому что несопоставимо сильнее наши ребята были по позиции своей. И в чем отличалась главное? Во-первых, усидчивость и работоспособность отношения к делу, и, главное, смысл системы образования. У нас было образование, ориентированное на ум хорошо устроенный. Что такое ум хорошо устроенный? А наш ум, вы знаете, правое полушарие, левое полушарие и процесс взаимодействия между левым и правым полушарием. Это три абсолютно разных процесса. То есть нельзя с помощью чего-то, ну, вот все эти три функции обеспечить. Правое полушарие, это литературно-исторические все предметы, они развивают правое полушарие. Математические дисциплины, они развивают левое полушарие. Прикладные дисциплины, они развивают технологии взаимодействия левого и правого полушария. Поэтому, если мы хотим иметь концепцию «Россия – наш дом», и если молодежь наша желает иметь будущее русской цивилизации, то мы должны аккуратненько сейчас возвращаться к системе организации ума хорошо устроенного. То есть человек до 10 класса, вне зависимости от того, хочет ли он стать журналистом, или экономистом, или физиком, кем угодно, он в равной мере должен учить все эти три блока. Не потому, что ему потом это понадобится, а для того, чтобы у него мозги работали просто. Понимаете, вот в чем вопрос. Потому что система Запада – это иметь ум хорошо наполненный. Ага, он говорит, я буду там, значит, журналистом. Ну, мне математика не нужна, мне физика не нужна, и так далее, и так далее. И что? И мы получаем однополушарных специалистов, которые не способны оценивать адекватно происходящее. Мы получаем таких специалистов, как Джеймс Ахи, который, ну, собственно, как фильтры стоит. Вот Америка же, она не может внятно на сегодня ответить ни на один вопрос. Попробуйте вы внятному человеку, который, ну, что-то понимает, у него мозги там устроены, задать какой-то вопрос. Ну, что он вам ответит? А у Джеймс Ахи нет вообще проблем, она на любой вопрос безукоризненно тут же отвечает. Потому что мозг так устроен, и она не смущается, и такие люди незаменимы для западной цивилизации. Вот. Ну, как у нас говорили, дурака включить, да, это такая технология у нас тоже известная, она иногда немножко не применяется, а у западной цивилизации это вообще принцип в жизни. Вот. Поэтому в 57-м году, когда у нас полетел спутник, я просто этой темой занимался в свое время, Соединенные Штаты были в шоке, потому что они только жерели во время войны, а после войны, прошло всего 12 лет, у нас полетел спутник. Как так? Ну, извините, война-то была у нас, и было разгромлено все, и уничтожено весь цвет нашего общества. Ну, у нас-то спутник полетел, они-то не смогли за это время. И вот тогда очень детально изучалось все, и тогда была сформулирована такая закрытая, но абсолютно понятная мысль, пока мы не изменим систему образования в Советском Союзе, мы никогда его не догоним. Ну, и вот с той поры идет, так сказать, постепенная трансформация, ну, вот под концепцию, которая не озвучивается. Ну, в разряде тоже вот идеологического третьего приоритета лежит, пожалуй, и вот национальная идея от коллапса, так я назвал, мегаполисной организации к комплексному ландшафтному усадебному усвоению жизненного пространства. К великому сожалению, мы идем, как говорится, иным путем. Да, у нас достаточно земель, но мы застраиваем только Питер, Москву, города-миллионники по преимуществу, но если посмотрите на бюджет, он весь уходит только туда. И почему это? А потому что у нас доминирует сегодня в стране, в сфере экономики, либерально-рыночная доктрина. То есть, носители этой доктрины, политические, давно снесены с политической арены, народом просто. За них никто не голосует вообще, их убрали просто с арены. К сожалению, мы сейчас живем в режиме концептуально неопределенного управления, когда в экономике за это время ни на йоту, ни не ушли от того, что было сформировано в начале 90-х годов, и что называется, базируется на принципах Вашингтонского консенсуса, которые в свое время были отработаны на странах Латинской Америки, а в 90-е годы были внедрены в нашей стране. И пока они ни на миллиметр не изменены. Ну и я вот некоторые моменты еще так обозначить по идеологии. Вот я доклад делал на пленарном заседании в конференции международной крупной очень в Пекине. Она называлась «Марксизм в меняющемся мире». Ну и показал им методологическую порочность марксизма. Показал, что суть-то марксизма в чем? Он боролся со всеми режимами колониальными, кроме Британии, потому что он тогда печатал мировую валюту. И главная задача марксизма сокрыть принципы управления экономикой через судный процент и закрыть это якобы противоречием между наемным работником и собственником. Хотя наемные собственники они всегда в одной лодке. Наемник погибнет, если собственник разорится, и наоборот. Маркс это сокрыл, до этого он почитаем на Западе и по себе упору. А сейчас, тем не менее, информация идет. Была такая статья Назарбаев объявил войну долларом. Ссылка у меня тоже есть. Вот любопытно, что журнал «Россия и Китай» как раз он вышел накануне приезда Владимира Путина в Китай. Он опубликовал мою статью, которая называлась «Энергообеспеченная валюта как инструмент равноправной бескризисной интеграции». Мы полагаем, что дискуссия по этому поводу будет продолжена в Китае. И вот здесь Одерова Марина Павловна спрашивает о перспективах энергообеспеченной валюты. Насколько я знаю, Владимир Владимирович Путин не только в 2006 году об этом напрямую сказал, что нам нужно торговать нефтью в России и за рубли, а не в Лондоне и за доллары. Сегодня он тоже об этом, я думаю, должен был сказать. И единственное, что эта тема очень непростая. И если посмотреть под детальнее на то, что произошло там с Россией, то Николай II был близок к тому, чтобы продвигать эти идеи как бы, так сказать, изменения кредитно-финансовой системы. Поэтому это вопрос, который требует очень большой осторожности. С удивлением, я буквально недавно прочитал в турецкой газете вдруг статью, вот я там интервью давал и выступал там несколько раз, вот прочитал значит, такую статью. Там она называлась в Турции, но она на турецком, а ряд статей там на русский переводится. Вот она переведена с названием «Шаги на пути к расчету единицы Руан». То есть я говорил, что нельзя пользоваться валютой ни одной из стран мира, если мы хотим добра и мира. То есть нельзя доллар поменять на юань или на евро или на рубль. Должна быть промежуточная валюта, не приближающая ни одной стране, а каждая страна должна торговать только в своих собственных деньгах. Ну то есть вот условно здесь рубль энергетический в центре, и через него нужно вам с Белоруссией рассчитаться, купите этот руань или рубль энергетический, а потом за него вы можете купить белорусские рубли или казахские тенгеи или китайские юани. Очень приятно мне, что вот Русская Православная Церковь сегодня, на мой взгляд, опережает нашу академическую науку. И вот совсем недавно заместитель главы Всемирного Национального Собора Братерия Всеволод Чаплин очень серьезные вещи говорит по экономике. Он говорит свою модель банкинга, не связанную с тем самым расставщическим судном процентом, на котором строится значительная часть несправедливости современной мировой экономики, он предлагает. И дальше продолжает. У мусульман же получилось устроить банкинг без судного процента, почему не может получиться у нас? Я на сто процентов знаю, что это может получиться. И две модели, которые уже проработаны, одна модель предполагает внесение изменений во все порядка восьми законодательных актов ныне действующих. На мой взгляд, это неверно. Просто наряду с ныне принятыми уже законами можно создать правовое поле для организации финансовых схем, где предоставление денег под процент запрещено. И дальше пусть эти системы конкурируют между собой. Без сомнения увидим, что лучше, потому что основные наши проблемы в деньгах. Конечно, один только пример приведу. Не для того, чтобы внедрять везде местные деньги, но маленький пример. Мы здесь вместе с руководителем сельскохозяйственного предприятия Шеймуратова, это в Башкирии. Кто и не видел, наберите в интернете, Шеймуратова, там широко представлено. Их до Верховного суда довели, но они и там оправдались. Они выпустили в оборот товарные талоны, и у них товар-оборот в течение двух лет вырос в 12 раз. Вот это пример того, какие резервы кроются у нас, если бы мы перешли на иную схему функционирования финансов. Много вопросов у меня там в интернете, я уже так ближе к вопросам перехожу. Россия неожиданно оказалась страной трезвенников. Я вам хочу привести такой материал в ответ в том числе Самохину Сергея Ивановича, который задает мне вопрос. Потребление алкоголя в России в последние годы существенно снижается, а 31% совершеннолетних граждан России абсолютно не употребляют алкоголь. Это становится модным среди молодежи. И вот сегодня я даже беседовал по такой области, как Псковская, это моя родина, и которую я уже где-то там говорил, что по сути Ивана пошли по стопам Чингачгуков, то есть Псковщина начисто истреблена алкоголем. Но молодежь сегодняшняя, вот старшеклассники, это ребята, которые в принципе не прикасаются к алкоголю. Это модно. Они говорят, наши родители пьют, а мы не пьем и никогда не будем пить. И вот мне очень хотелось бы, ребята, чтобы, может быть, мы с вами подумали, это же так просто. Вот сколько мы сейчас говорим о санкциях, как это непросто дается. А какие самые эффективные санкции, вы думаете? Да самые эффективные санкции, это завтра молодежь скажет, а мы не будем потреблять алкоголь и мы не будем потреблять табак. И все. Это что, президенты нужны? Или нужен наш с вами шаг, чтобы подрубить вот наркобаронов, тех самых богатых людей на земном шаре, которые вот торгуют этой наркотой и уничтожают нашу генетику? Я понимаю, там человек выпил и закурил, ему за это 100 рублей дали, но я никогда не пойму, как можно себя отравить и еще самому же за это заплатить. Это выше моих сил. Хочу понять, ну все-таки разум-то нам для чего-то неужели мы не различаем, что это генное оружие? Но, к счастью, вот эти очень серьезные тенденции формируются и не только это я уже говорил о пятом приоритете, как вы понимаете, о генном оружии. И они формируются очень уверенно и устойчиво. И вот обращаясь уже к молодежному правительству, я вам скажу, что у нас настолько глубоко этот вопрос проработан. Начиная от животного мира, вот я вам про пчел, аналогично могу сказать про муравьев, когда ламигуза подползает, там, так сказать, муравейник ей не взять, она поедает яйца муравьев, но она ложится там, лапки открывает, и у нее там алкоголь, содержащая жидкость, сладенько выделяется. Муравьи начинают потреблять это, и потом она спокойно залезает и уничтожает муравейник. Таких примеров масса. Поэтому пока мы не научимся различать алкоголь как генное оружие, мы никогда ничего в стране не изменим. И если бы молодежь Петербурга вот всерьез поняла это и задумалась, не то, что там пить надо помногу или понемногу, дело в том, что это неважно с точки зрения Бога, просто или вы понимаете, что это генное оружие, или не понимаете. Вот всего два состояния. А пьете вы там 200 граммов в год или по литру в день, для Бога никакой разницы. Разница в том, что вот вы как разумное существо поняли, что это генное оружие, как пчелы или как там так сказать муравьи или не поняли. Вот в чем вопрос. И соответственно отношение Бога и помощь всех наших инициатив, она это реальные алгоритмы, когда свыше вам помогают. Потому что смотрите, я вот об этом не сказал, но вот ну что такое ну там говорили, что все-таки роль управления, это как в квантовой механике. Если вы каким-то процессом управляете, то вы абсолютно однозначно уже вмешиваетесь в процессы и влияете на него. Это определяется вашей собственной поведенческой алгоритмой. Ну и завершая, просто уже теперь реально отвечая на вопросы, потому что очень много вопросов было по питанию, в том числе и по здоровому образу жизни, я только два вам две ссылки дам в интернете, вот кто интересуется, внимательно посмотрите, это величайшие умы нашей страны. Александр Николаевич Несмеянов, выдающийся абсолютно советский химик-органик, он ректор МГУ и президент Академии наук, дважды герой стилижеского труда, он говорил об энергетическом балансе человечества. И понимаете, вот то, что я вам говорил, что начиналось с Адама и Евы, если бы человек научился потреблять солнечную энергию, вот как мы говорим, праноедение, солнцеедение, то для функционирования человека, для восполнения энергетического баланса, который вы знаете, медики считают через калории потребленной пищи, ему достаточно энергии, которая выделяется солнцем на один квадратный метр земли. Если вы эту энергию не научились использовать, так как, к примеру, используют растения, растения же используют просто энергию солнца, водичка, солнца, вот, если вы не научились, вы посадили сюда некую зеленую, как бы, так сказать, продукцию, да, вот она произросла, но когда она произросла, то она взяла в себя по энергетике только 0,24% от той энергии солнца, которая вообще сюда была адресована, то есть, что энергии осталось немного уже солнечной в этом продукте, но дальше вы и это не хотите есть, вы приглашаете баранчика и говорите, слушай, мне тут лень вот это жевать, ну-ка ты вот это все там съешь, а потом я уже тогда тебя и после этого употреблю, да, так вот, когда баран или теленок съедает эту растительную пищу, то он уже берет 8% только от той энергии, которая там была, она как бы в нем остается, а все остальное куда? А все остальное в навоз, в парниковые газы и во все остальное уходит. А потом ребенок, когда съедает телятину, он тоже берет только от телятина 0,7%, все остальное это чуждый белок, он же белок-то, который неприемлем для белка человеческого, это несовместимость полная, вот, и получается, что мы вот эту цепочку энергетическую настолько разрушаем, что мы весь земной шахт в результате, нам, говорим, энергии не хватает, мне энергии не хватает, мы цепочку идиотскую выстроили КПД, которая реальная, там, одна, не знаю, там, десятитысячная от того, что вообще можно было бы как-то использовать или, по крайней мере, повысить это КПД, так сказать, в десятки раз. Вот, но самое интересное, может быть, то, ну, вот у меня спрашивает, опять же, уже отвечая на вопрос, Косилев Константин Николаевич, вот, я сошлюсь для него еще на одного гениального нашего соотечественника Александр Михайлович Уголев, вот, обращаю ваше внимание, это не Углов, это Уголев, потому что настолько вот эта фамилия неоправданно забыта, что когда у меня уже года полтора выходят мои статьи в журнале Чифтайм, кстати, такие краткие, лаконичные, может быть, и не бесполезные, если посмотрите, вот, журнал Чифтайм, такой вообще российский, и когда я написал по академике Уголеве, то редакция подправила это на Углов, то есть никто не слышал эту фамилию, Углов так известен, но это не Углов, это Уголев, выдающийся совершенно специалист в области физиологии, академик, так вот, в 1958 году он сделал совершенно уникальное открытие, он доказал, что у человека помимо вот той системы жизнеобеспечения, о которой мы все знаем, о которой пропагандирует Академия наук, Института питания, врачи, ну к чему она сводится, что не хватает кальция, съешь таблетку, не хватает там витамина, съешь морковку, да, условно говоря, то есть, что человек съел, то он и получил, вот то, что мы с вами знаем, так Уголев доказал прям иную, что у нас организм, да, это тоже есть, но есть и иной механизм, иной механизм сводится к следующему, он доказал, что от Бога нам дарован такой набор микрофлоры для человеческого организма, а у нас с вами в кишечнике там 3-4 килограмма этой микрофлоры, это колоссальные как бы ресурсы наши, так вот эта микрофлора, она способна вырабатывать любые микроэлементы, любые, как вам скажут врачи, незаменимые аминокислоты, в действительности они репродуцируемы микрофлорой, они вырабатывают даже, как показала Академия Кугли, в том числе и гормоны, то есть оказывается не только поджелудочная железа, но вот наш кишечник это же мощнейшая гормональная железа, если он правильно поставлен, но значит вот эта микрофлора, она состоит, ну я примитивно говорю, но чтобы понять, вы дальше можете почитать внимательно, она состоит как бы из двух лагерей, враждующих друг с другом, есть набор микроорганизмов, которые патогенные и которые зашлаковывают организм, а есть как раз микрофлора, которая выделяет исключительно нужные для организма вещества, и они всегда находятся в постоянной борьбе друг с другом, с перевесом как бы так сказать воюя друг с другом реально не на жизнь а нас, то есть у них есть способы уничтожения конкурентов, поэтому когда вы покупаете кефир, наверное на бутылочке можете прочитать, содержит бифидобактерии, которые угнетают так сказать патогенную микрофлору, это действительно так, вот, и если вам удалось сформировать у себя вот эту полезную микрофлору, то вы обретаете принципиально иную жизнь по сути по уголю он говорит, можно либо кормить себя это вот первый вариант питания, а второй вариант нужно кормить микрофлору, а она будет уже кормить тебя, то есть тогда себе вообще ничего не нужно, просто накорми микрофлору нормально, а она тогда тебя обеспечит абсолютно всем, что необходимо для организма, а как же тогда такую микрофлору подобрать, а особенность этой микрофлоры что она к сожалению потребляет только ту пищу, которая от Бога, которая Богом отдорована, то есть это пища, которая не нагревалась выше температуры 50 градусов, потому что если вы нагрели пищу до температуры выше 50 градусов, в ней погибают энзимы, и тогда вы помните бизин нужно было покупать для улучшения пищеварения, а энзимы они обеспечивают так называемый аутолиз, самопереваривание пищи, поэтому если вы возьмете допустим мясо сырое бросили желудочный сок, оно растворяется без остатка, если вы бросили вареное, оно не растворяется вообще в нем, вот в этом весь секрет, поэтому здесь собственно я просто даю вам информацию, я вовсе не медик, не даю вам каких-то советов, вам просто собственно опыта что-то сказать, что не надо здесь никаких резких движений, если хотите развить вот в себе полезную микрофлору и восстановить вес, вот при сыроедении, ну по крайней мере у меня там сотни примеров, не было случая, чтобы это не состоялось, значит в любом возрасте начинает восстанавливаться вес, и он приходит в ту норму, которая была характерна для вас там 25-30 лет, это я на себе тоже проверил там так сказать частично, потому что я считал, что у меня такая как бы генетическая предрасположенность к полноте, условленная может быть родительскими генами, но потом оказалось, что это не совсем верно, вот, и вот в этом весь секрет, что если вы постепенно надо это делать, то есть нужно заместить микрофлору, мне говорят, ну как, ну что, я без мяса вообще не мыслю свою жизнь, я сразу голодный, но это не ты голодный, это у тебя просто микрофлора сформирована только та, которая мясо потребляет, она говорит, дай мясо, дай мясо, по другой микрофлоре, вот, а если вы постепенно будете увеличивать все больше и больше дозу сырой пищи, то у вас патогенная микрофлора будет проседать, а это будет приподниматься, и постепенно вы поймаете, вот, не надо никогда себя насиловать, не надо никогда делать ничего через коленку, но вы, как это нынче говорят, кайф нужно словить вот в переходе на зеленую пищу, на просто то, что выросло в природе, там, орехи, пророщенное зерно, овощи, фрукты, гриб шампиньон, попробуйте, когда сырой гриб шампиньон, а так разрезаешь, ну, если еще чуть-чуть сольки, это у меня вместо вот лакомства такого, вместо конфетка, можно использовать поразительно вкусно, ну, может быть, вкус тоже, конечно, меняется со временем, поэтому вот почему же это уникальное открытие Академика Уголева вот так как бы не популярно, а это очень простое объяснение, потому что мы с вами живем в либерально-рыночной экономике, какой основной задачей считается сегодня это увеличение прибыли и ВВП, да, увеличение ВВП через производство водки, табака, мясо и прочее, прочее, прочее. Представьте себе, что вдруг завтра мы с вами поняли и перестали потреблять мясо, при этом приобрели естественно здоровье, у меня вот такой Анатолий Александрович, гид, такой знакомый человек, да, за 50, он ни разу в жизни не попробовал мясо вообще, мне говорят, ну как вы без мяса, откуда же кости, откуда вообще, как ребенок, ну, я всегда привожу в пример коня, там, так сказать, я говорю, ну, как-то не видывал, чтобы кони мяса ели, но как-то у них вот, не хватает всего, так вот у нас те самые алгоритмы воспроизводства и костей и всего, которые есть у коровы, которые есть у коня, они тоже есть, вот в чем особенность человеческого организма, что у нас есть и то, и это, вот когда у нас зеленой пищи не достает, то полезная микрофлора, последнее убежище, это аппендикс, она забирается туда и занимает круговую оборону, это тоже предусмотрено, потому что, когда нет зеленой пищи, человек вынужденно питался, значит, не зеленой пищей, тогда вот этот генетический банк полезных бактерий сохранялся до того, пока не появлялась благоприятная среда для их развития, так вот, Академик Уголев, его открытие номинировалось на Нобелевскую премию, сегодня забыток только потому, что это подрывает бизнес. Представьте себе, еще раз говорю, что мы бы поняли фразу Льва Толстого, который сказал, не было бы боя, не было бы боя. Почему человечество в крови по колено? Потому что оно запустило кровавый молох по отношению к животному миру. У нас там просто кровь влещет каждый день, так сказать, из животного мира, из божьих созданий. И отсюда вот это как бы эгрегориально, конечно, на нас скажется. Я вам могу сотни цитат, вы в интернете найдете лучше меня, всех великих людей, которые рано или поздно пришли к пониманию абсолютной противоестественности потребления мяса. И, допустим, даже Пол Маккартни как-то сказал по этому поводу, что если бы стены мясокомбинатов сделать прозрачными, то на земле воцарилось бы вегетарианство. То есть, когда мы там интеллигентно подходим к полочке, ну, вроде как выглядит все красиво. У меня единственная знакомая, это, кто так прививает ребенку на здоровый образ жизни. Ну, ребенок-то тоже общается же в среде в общей. Он говорит, друг сына меня просят, «Ой, папа, я хочу курять». Ну, в чем проблема? Никаких вопросов. Приезжаем в деревню, бабушки, я ему даю петушка, даю нож, пожалуйста. Ну, и как бы ребенок тогда начинает понимать всю эту процедуру, и у него немножко, так сказать, иной взгляд просто на происходящее не информируется. Вот, поэтому завершая, я хотел бы вам сказать, ребята, что задача молодежи освоить и реализовать концепцию общественной безопасности, концепцию сбережения нашего народа в гармонии с природой и с человечеством. Мы не должны применять схему насилия к окружающему нас миру. Вот, если мы это научимся, то у нас с вами большое будущее, а я убежден, что это именно так, потому что вот все, что мы разрабатываем, это лежит в русле Божьего промысла, а Бог помогает только тем, кто, в общем-то, работает в его русле. Но я все-таки хотел завершить свое выступление на поэтической ноте. Я очень часто к этим строчкам Пушкина обращаюсь, но и вам хочу тоже их прочитать вот как раз с точки зрения вот таких биополевых воздействий на вашу судьбу. И очень хотелось бы, чтобы мои слушатели были счастливы по жизни, чтобы встречи со мной они приносили какую-то удачу в жизни. Поэтому вот, может быть, строчки Пушкина, которые во многом я произношу как молитву своего рода. Вот. Они характеризуют представление о счастье. ну, кстати, и его как бы учитель тоже так же, ну, может быть, тот, кто принимал его экзамен, помните, Державина, он тоже таких же был, к таким же позициям относился вот, а Пушкин державин писал так, мое желание предаться Всевышнего во всем судьбе, за счастьем в свете не гоняться, искать его в самом себе. Меня здоровье, совесть, право, простой достаток, добра слава, творят счастливее царей. То есть вот вообще для счастья то, что державин перечислил. А Пушкин писал о том, как мы с вами должны строить свою жизнь следующим образом. Недорого цепляю я громкие права, от коих ни одна кружится голова. Я не рабщу о том, что отказали боги мне в сладкой участи оспоривать налоги или мешать царям друг с другом воевать. И мало горе мне, свободно ли печать морочит Олухов или чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет балагура. Все это, видите ли, слова, слова, слова. Иные лучшие мне дороги права, иная лучшая потребна мне свобода. Зависеть от властей, зависеть от народа, ох, с ними никому отчета не давать. Лишь Богу одному служить и угождать. Для власти, для ливреи не гнуть ни помыслов, ни совести, ни шеи. По прихоти своей скитаться здесь и там, девять божественной природы красотам и предсозданиями искусственного вдохновения трепеща, сладостного восторга и умиления. Вот счастье, вот права, вот такого счастья. Всем вам будьте счастливы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Благодарю вас, Владимир Алексеевич за такую объемную и насыщенную лекцию. И, я думаю, мы можем перейти к завершающей стадии нашей встречи. Это непосредственно живой полилог с участниками пришедшими. Пожалуйста, просьба поднимать руки. У кого есть вопросы? Девушка. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Алло, здравствуйте всем. Виктор Алексеевич, Национальное Суководительное Движение, Анчокова Абинат меня зовут. Вопрос у меня такой. Скажите, пожалуйста, что не хватает нашему обществу для того, чтобы восстановить, вернуть ту эксклюзивную вещь, как национальный суверенитет и, в будущем, ограбить наше будущее поколение от предателей и тех ошибок, на которые наступали наши предки. Это вот Национальное Суководительное Движение, где Федоров, лидер, да? Координатор национального Ну вот, на мой взгляд, как раз не хватает меры понимания. И в том числе у нашего Национального Суководительного Движения. То есть, я так, конечно, очень хорошо отношусь к вашему координатору, и это не его как бы вина, это его беда, но очень многие вещи он абсолютно неправильно понимает. Он вот считает, что, мол, Америка там во всем виновата, вот она нас покорила, но это полное непонимание происходящего. Дело в том, что Америка работает на шестом приоритете, на приоритете военного оружия. Америка самая марионеточная страна в мире, то есть, нет вот большей шестерки, чем Америка. Если не понимать, что Америкой кто-то манипулирует, а общаться с Америкой, ну, извините, это не мера понимания, потому что это то же самое, как вот, знаете, у собаки иногда там палкой кто-то вытаскивает кусочек мяса, она эту палку кусает. Вот примерно так же. И хоть Федоров подчеркивает, что я читал его книжку, вот, что некоторые говорят, да не некоторые говорят, а так оно и есть, что есть Вашингтонский обком, есть лондонский ЦК, но есть еще политбюро, находящееся в Швейцарии, у Пушкина, помните, куда люд милу уносили, в страну полночных вор. Так вот, ну, это на сегодня уже молодежь наша вся понимает. И, конечно, для меня было большим удивлением заключение книги Федорова. Он как бы вроде бы в поддержку президента выступает, а в конце книжки пишет, мы должны поддержать нашего президента, и в этих делах необходима уличная компонента. Нам нужно вывести на улицы сотни тысяч сторонников национально-свободительного движения. Это либо полная глупость, либо полная провокация, потому что я очень серьезно занимался психологией массовидных явлений, и вы ему дайте книжечку, называется «Психология толпы». Значит, если вы собрали коллектив более 40 человек, то забудьте о разуме. Толпа подвергается своим собственным процессам. Тот, кто запускал эту толпу, он первым будет там уничтожен. И толпа живет по совершенно иным принципам. Поэтому вот для того, чтобы нам действительно выйти из той ситуации непростой, в которой оказалась наша страна, нам нужно не бежать ни на кого, и я очень уважительно к Федорову отношусь, ну, у него мера понимания такая, я готов с ним встретиться и поговорить, и все разъяснить. Мне приходили от него там, так сказать, и книжки провели, и я готов его воспринимать как человека благонамеренного, и в свое время мне тоже подошли ко мне люди, говорят, мы видим, что человек благонамеренный, но многое не понимаете. Вот таким людям у нас очень много сегодня разнонаправленных движений, и многие в меру понимания работают на себя, а в меру непонимания они работают на те сценарии, которые реализованы сегодня на Украине. То есть на Майдане там тоже уличную компоненту из лучших соображений предлагали, ну и потом видите, что получили. так что мера понимания вот чего нам не хватает. Спасибо. Евгений Алексеевич говорит не только о том, что виноват народ, которому хватило мера понимания предать свою страну. Нет, я просто, я действительно читал книжку, я знаю, что он говорил. можно еще один вопрос? Пожалуйста. Принц Уильям английский, его готовят к престолу в 2015 году, что можно ожидать нам от его коронации? Нет, ну если вы думаете, что от коронации и от президентов чего-то зависит, то это глубокое заблуждение. Управляют миром концепции и матрицы, но не персоналии. От того, что там поменяют шило на мыло или республиканцев на демократов или там Обаму еще на кого-то, никогда ничего не менялось и не изменится. Это 100%. Менять нужно общественное сознание и понимание происходящих процессов, а не персоналии. То есть замена персоналии никогда ничего не давала. Спасибо. Здравствуйте. Дмитрий Ширкаедов. У меня такой вопрос. Вот Мартин Хайдегер говорил о некой философии другого начала. Не то ли это чему вы должны стать сподвижниками или может быть свидетелем? Это один вопрос, а второй никак не связанный с этим. В Советском Союзе было то, что называлось переводным рублем. То, что Сталин еще хотел не называть рублем, называть как-то иначе. Это вот не то ли, что имеет отношение к этой энергетической валюте. Спасибо. Ну вот я не знаком детально с первым вопросом, о котором вы сказали, но я считаю, что то, что сегодня предлагает Россия, это именно история тысячелетий. Это не октябрьский переворот, соглашусь, с Старикой поликалом Лондона. Это предлагается нечто эпохальное и на тысячелетия и для всего человечества. Сейчас невозможно, если есть там космический корабль под названием «Земной шар», то невозможно в одном из его отсеков сделать что-то. вот. Поэтому мне представлять, я не случайно свою небольшую книжечку назвал «Глобальная трансформация. Русский проект». Она на английском языке издана и в общем-то вот сегодня я ее в Финляндию направил. Но она действительно, чтобы они понимали, что в России готовится нечто такое, в общем-то, ну, вовсе не того уровня, что было там, так сказать, октябрь, там, 91-й год. Это все в рамках одной концепции некие такие вот как бы зигзаги, не более того. Если бы не было значит, 91-го года, то никогда не было бы 17-го года. 17-й год запускался только потому, что 91-й, 93-й год были уже запрограммированы вот в 17-м году. Вторая проблема... Переводной рубль. Ну, переводной рубль, видите, это действительно идея очень близкая, но другое дело, что вот этот переводной рубль или там руань, как мы говорим, да, он должен быть энергообеспеченной валютой, то есть он не должен быть просто бумажкой, как сейчас нам предлагают биткоины, там, какие-то, еще чего-то, да, деньги всегда были товаром, причем реальный товар. Никогда не было в истории человечества, чтобы деньги не были товаром. И банкнота, это была нота банка на то, что, значит, этот товар есть. И потом вот эти схемы подсмотрели, и 71-го года они были реализованы после отказа Соединенных Штатов от обмена. Вот, поэтому сейчас вот этот рубль переводной, он должен быть железно обеспечен конкретным товаром. А товар, который наиболее часто применяется в товарообменных операциях, это электроэнергия. Вот, а что касается истории прошлого, то я вам напомню, опять же, Гёте, вот сейчас у нас очень серьезные идут переговоры с Германией, потому что Германия уже не однажды выступала на глобальные грабли там и в Первую мировую войну, и в Вторую мировую войну, но, к сожалению, сегодня позиция Меркель, на мой взгляд, не отражает позицию немецкого народа, и представители лучшего немецкого народа, несколько встреч у меня уже было, и они как раз говорят о том, что нужна иная позиция Германии, и думают о том, как все-таки Германию и Россию совершенно на иных принципах свести. Я им сказал, что сделать это нужно через изучение творческого наследия Гёте и Пушкина. Гёте и Пушкин, в общем-то, во многих вопросах вышли на самый высокий уровень понимания происходящих процессов на земном шаре, заглядывая далеко в будущее. Вот давайте вспомним Гёте, Фауст и сегодняшний день. Значит, тогда только идея бумажных денег возрела, Гёте пишет сцена император казначей, да, казначей, чтоб счастье поскорее распространить на свете. Мы отпечатали сейчас билеты эти, по 20-30 есть, затем по 50 император. Эти лоскутки, как деньги захотят взять моинство моё и мой придворный штат, дивлюсь, пусть будет так, коль это всё не ложно. Мефистофель, да, вместо золота билетик сущий клад. Вот поэтому переводной рубль должен базироваться не на мефистофельской логике, а на собственном трене провокания. Спасибо. Здравствуйте, Виктор Алексеевич, здравствуйте, уважаемые гости. У меня с Миром Сергеем национально-озвободительное движение. У меня вопрос простой. Считаете ли вы нашу Россию суверенной страной, либо она управляется откуда-то извне? Это вопрос первый. И второй. Мы часто произносим, сравниваемые аналоги проводим между Великой Отечественной войной 1941-1945 года и ситуацией, в которую мы попали сейчас. И как вы считаете, что, допустим, можем мы реализовать все ваши идеи, которые я считаю очень хорошими и прекрасными, без обретения суверенитета? И как вы считаете, допустим, Гитлер был самостоятельной личностью, или им управляли из Швейцарии? И что нужно было делать тогда нашему советскому народу? То есть уничтожать швейцарские ЦК или все-таки избавиться для начала от дубины? Спасибо большое. Я не считаю нашу страну суверенной. Единственное, что это можно по-разному понимать. Если на уровне шестого приоритета, вот американцы там, там, как где-то там не туда стреляют и так далее, но понять, что значит отсутствие суверенитета, я хочу вас вернуть вот к той презентации, которая у меня была. Вот пока вы, Федорову, не объясните вот эту схему, мы с вами никуда не продвинемся. Нас по-прежнему будут стравливать с Америкой. Это же способ управления. Россию столкнуть с Америкой, Россию столкнуть с Китаем, с Германией. И войну невозможно выиграть так же, как невозможно выиграть землетрясение. Поэтому как только Россия поведется на то, кто кого, то значит мы вышли на их сценарий. Но если говорить о Гитлере как о какой-то суверенной фигуре, но извините, я думаю, что это ребенку даже понятно, что Гитлер никакого отношения к управлению не имел вообще. Он в 1933 году Германия не имела ни одного танка, ни одной пушки, ни одного самолета. Это дитё выращено банкирами Лондона и Соединенных Штатов. Ну это как бы азбука. И там очень хитрые технологии применялись во времена Гитлера. Ведь вы думаете, почему Майнканк запрещена? Путин как-то правильно сказал. Если вы хотите бороться с какой-то идеологией, так закрывать-то бесполезно. Надо просто предложить идеологию более сильную. Как можно переиграть? Переиграть можно только вот на этом самом верхнем уровне. Концептуальную властность обеспечить нашего государства, свою собственную, концептуальную, не на уровне Америки разбираться, это шестерки, но это последняя шестерка как бы из всех, с кем можно разговаривать. Вот если уже вообще ума нет, но тогда разговаривайте с Америкой. Но разговаривать-то надо не с Америкой, она никакого отношения к управлению не имеет, и если вы наблюдали неоднократно, то вы, надеюсь, понимали, что Путин при решении многих вопросов вовсе не с Абамой консультироваться. Помните, как в Сирии было, когда, значит, ситуация накануне все как один президенты европейские высказали свою точку зрения, введение войск там, я не помню в детали, вот, встречаются с Путиным и полностью принимается резолюция в его редакции. Вы думаете, что это он ночью не спал, там с ними договаривался, да нет, он просто говорил не с ними, он говорил совершенно в других местах и совершенно другими людьми. Вот в чем как бы вопрос там стоит. Поэтому от нагнетания эмоций, от подогревания толпы, значит, это однозначно заказ. И Федорова профинансирует Госдеп в неограниченных объемах, если он и дальше будет с такой мерой понимания работать. Потому что это то, что им нужно сегодня. Россия сейчас внешний враг не опасен, Россия опасен внутренний враг и раскачка ситуации изнутри. Почему я к вам и обращался, вот говоря о выборах в том числе Полтавченко и Георгии Сергеевича, я доверенное лицо Георгии Сергеевича, и именно поэтому я об этом говорил. Нужно единство, но не толпа безумная, которая, так сказать, выйдет с какими-то лозунгами, там, кроми Америку. Извините, Америке нужно помогать, это несчастные люди. Вы посмотрите на людей, которые там пошли в поле вошли. Как я вам с вами сказал, что у вас меры понимания достаточно помочь Америке. Ребята, давайте мы вам приедем, объясним, как вас развели. Вы же понимаете, Америка, ну какой там суверенитет, если ей крыши сносят, так сказать, да, вдруг раз там две башни, там, собственные спецслужбы взорвали, два, как бы, центра. Ну я просто был на этих центрах и знаю все там, так сказать. Но это только наивный человек может думать, что там это из степей, как бы Кабула, значит, приехал кто-то там подложил и что-то там взорвало. Ну это же спецслужбы Соединенных Штатов делали. Это же, ну как бы, это настолько примитивно. Это всегда так делалось, как Гитлер в свое время переодел, значит, своих солдат в польскую форму и расстрелял там свою заставу. Ну это же, это настолько наигранно. Потому что, понимаете, Владимир Ашталик это сказал, что повторяемость событий обратно пропорциональна к духовности. Все эти сценарии, ну это же сотый раз, одно и то же. Ну неужели еще раз покупаться на этом деле. Поэтому здесь вот ситуация такая примерно, что нам нужно понять, что нужно работать не с Америкой и нужно выходить на формирование собственной концептуальной власти и на управление по полной функции, начиная с целеполагания и предложить это всему человечеству, сделать эту концепцию не герметичной, как сейчас у Грефа, помните, а сделать эту концепцию открытой. А демократия как раз в том и состоит, чтобы сделать концепцию открытой для всего народа. Вот выбор между концепцией это демократия. А выбор в рамках концепции того или иного человека это никакого отношения не имеет к делу. Ну а про Гитлера я просто еще в два слова вам скажу, чтобы вы понимали, я очень серьезно этой темой, конечно, занимался. И скажу, почему Майнкант запрещен, хотя Путин говорит о том, что нужна идеология другая. Потому что Майнкант ведь как формировался и как формировался Гитлер. Была глобальная разработка поднять доллар, да, потому что доллар в 13-м году только ФРС была зарегистрирована, но после этого организовали Первую мировую войну и английский фунт соответственно просел и доллар вышел наравне там с другими валютами. А дальше как? А дальше доллар нужно сделать самый крутой бизнес. Значит, бумажку напечатали вот по ГИОТ и у вас сразу там остальные что-то за эту бумажку не шачат. Вот и тогда была спланирована вот эта вторая мировая война. И как здесь шел сценарий? Значит, нужно было как-то сплотить немецкий народ. Это очень не глупый народ, очень трудолюбивый, грамотный и все. Нужно было сплотить. И тогда Гитлеру были вброшены самые концептуально значимые проблемы. Чего проповедовал Гитлер там в начале? Я естественно нет более ужасающего явления, чем Гитлер, но в чем сводилась суть-то вот этого сценария в целом? В начале Гитлеру были даны концептуально значимые, уникальные совершенно вещи, которые он озвучивал и которые в Mein Kampf озвучены. Первое это борьба с процентным рабством. Готрид Федер его потом министр финансов читал лекции в университете и у него курс назывался о борьбе с процентным рабством. Это первое. Второе средство массовой информации как инструмент манипуляции государственностью, который всегда носит надгосударственный характер и Гитлер это раскрыл полную суть провокационного средства массовой информации. Третье. Хотите развалить страну создайте парламент. Это Гитлер. И когда вот на потому что он прям поясняет что парламентарии потом купят они не будут к вашему народу иметь отношения и на этом все закончилось в вашей демократии. Это мы наблюдаем как везде и всюду. И когда вокруг этих идей сплотилась вся нация посмотрите что творилось там же все до единого горой поднимались то что тогда сценаристы сделали а тогда сценаристы привнесли в эту направленность уже совершенно другие нотки мы арийцы мы разобрались мы всех уничтожим все остальные нехорошие они неполноценные и все вот так закрываются глобальные вообще разработки глобальное понимание и после этого когда Гитлер совершил вот эти изуверские совершенно вещи и когда в 44-м году Соединенные Штаты достигли своего результата и в городе Бреттон-Вудс было подписано Бреттон-Вудское соглашение в соответствии с которым единственная валюта на земном шаре доллар был приравнен к золоту а все остальные деньги чтобы печатать нужно было в начале доллара заработать не напечатать вот и задачка была решена вот все то что говорил Гитлер в начале было приписано Гитлеру уже теперь и дискредитировано теперь когда после этого кто-то говорил на эту тему это подпадало уже под какие-то фашистские доктрины да потому что там все замешали одно и другое вот поэтому сейчас на современном этапе то же самое вот происходит сегодня близкое там так сказать в разных местах и особенно с Кораном сейчас вот кость в горле конечно у глобализаторов это Коран потому что Коран вот это самое как бы помните там Кощей было спрятано далеко-далеко так это то что спрятано это глобальное управление человечеством через судный процент а что Коран а Коран запрещает расставщичество как самое страшное зло как самый страшный грех поэтому Коран надо дискредитировать поэтому никто Коран не читал но показывает какие-то зверства убийства а там как бы строчки из Корана и тем самым подводят в конечном счете надо создать исламский халифат потом его столкнуть в какой-то глобальной войне а потом закрыть Коран чтобы не дай бог его кто-то читал ввести его в разряд запрещенной литературы вот такие глобальные сценарии если их не понимать если оставаться на уровне вот тех политиков которые там заполоняют сегодня все каналы то мы с вами никуда не продвинемся сегодня на Руси есть понимание гораздо более глубокое чем где бы то ни было за всю историю человечества этим надо воспользоваться спасибо большое Виктор Алексеевич вы подождите пожалуйста у нас давайте соблюдать рекламент у нас осталось 15 минут и сейчас вопросы будут озвучиваться в формате блиц вопрос-ответ давайте давайте я закончу вопрос потому что он не очень открытым остался то есть я так понимаю ну с вами сложно не согласиться но я так понимаю что советский народ во главе со Сталиным совершили ошибку когда все-таки начали бороться с дубиной которая называлась там в то время Гитлером и надо было любить народ и немецкий народ ну это вы настолько заблуждаетесь что мне даже неудобно вам отвечать да тогда же стояло стояло на полисах быть русскому народу и русскому духу то есть Гитлер решал задачу поголовного уничтожения русского народа под командой вот тех заказчиков кто им управлял вот и мы же бились за что мы бились за сохранение нашей государственности нашего народа никакой другой задачи у нас не решалось другое дело что вот сегодня у нас стоит задача не войти опять в такую же ситуацию а упредить ее и не допустить развития таких ситуаций поэтому тут прошу прощения я давайте не будем начать дискуссию я просто готовить вы можете ко мне приехать мы с вами сейчас просто есть другие вопросы и я готов это настолько все просто тут даже если вы задаете такие вопросы вы либо не понимаете либо ну как вы мне такие вопросы задаете что мне просто понимаете это школьнику какому-то можно задать вопрос друзья друзья секундочку сейчас вы задаете свой вопрос выступает много аналогичных вопросов по почте в тексте на многие вопросы уже есть ответы давайте будем немножко внимательными к той информации которая уже имеется есть такая наука достаточно общая теория управления рекомендую всем с ней ознакомиться и по этому поводу вопрос из интернета Ивана Иванова из Иркутска. Он понимает необходимость повышения управленческой грамотности всего населения, имеет достаточный опыт в сфере управления и теоретическую подготовку. Хотелось бы перенять практику преподавания в СПГ ГАУ для дальнейшего развития данного направления в своем городе. Как он может осуществить? Это вопрос, который может быть с моим помощником связаться. Мы чем можем, поможем. Но дело в том, что подобного рода курсы не предусмотрены образовательными стандартами. Поэтому такие знания их можно давать в рамках региональной и местной компоненты. И в принципе сегодня тот же курс, достаточно общей теории управления, который читался и в нашем университете, и в большом университете на кафедре процессов управления на матмехе. Вот эти курсы есть. И все, что нужно, мы готовы тоже оказать содействие. Хотя можно просто сейчас, нужно разбираться вот в тех материалах, которые уже представлены, в принципе, и в интернете, и в разных местах. Виктор Алексеевич, Лавренко, Дмитрий, меня тоже интересует вопрос о изучении достаточно общей теории управления. Это одно. Наша встреча называется «Молодежь. Будущее России». Но надо понимать, что без глубокого понимания управленческих знаний, знаний психологии адекватной жизни, знаний социологии, невозможно построить преимственности поколения общества, на которое можно было бы опереться на сотни тысяч лет. Вот то, что вы сказали, не предусмотрено обучение достаточно общей теории управления настоящими образовательными стандартами. Но как эта вообще проблема будет решаться для того, чтобы общество могло ликвидировать эту безграмотность, и чтобы в будущем у нас был коллективный Путин, коллективный Сталин, чтобы наш народ был счастлив и нес дальше это всему миру, все эти знания. Спасибо. Ну, мне кажется, что как раз вот молодежь в этих вопросах может предложить алгоритмы гораздо более эффективные, чем могу даже предложить я. Потому что когда вот начинались эти разработки, это было там конец 80-х, начало 90-х годов, информация вот под копирку, максимум 5 экземпляров мы могли иметь, да, так сказать. Ну вот 4 экземпляра кому-то могли дать, и все. Вот скорость распространения и циркуляции информации в обществе. Сегодня есть интернет, сегодня есть возможность дистанционного обучения, сегодня есть возможность организации молодежных клубов, но именно концептуального уровня, чтобы нас не разводили на разного рода движения, которые только подогревают страсти. И поэтому мне кажется, что как раз условия более чем благоприятные, и не надо уповать здесь на образовательные стандарты. То есть мы, ну сколько хватает сил и возможностей, конечно, пытаемся влиять на эти вещи, но вы знаете, как выстроена система управления, и это правильно, потому что есть концепция, которая реализуется, и задача всех, кто в рамках этой концепции работает, от судов до там министров отстаивать интересы этой концепции. Поэтому нам нужно уповать на общественную инициативу и самообразование. Все равно ни одна система образования сегодня не сработает, если мы с вами не выстроим систему самообразования, потому что обучаться нужно как минимум каждые пять лет, вот эта скорость обновления технологий. Поэтому давайте вот думать вместе, и хотелось бы инициативы молодежные иметь, по крайней мере все, что от меня зависит, и от специалистов наших, мы всяческое содействие окажем, но нужны просто... Инициативы молодежные, еще раз повторяю, эта информация, она очень проста, она просто по нравственности для многих неприемлема, поэтому они ее вот так вот неприемлемы, не потому что там непонятно, а потому что они чувствуют, что это чего-то не то. Вот, оно противоречит нынешним там, так сказать, установкам. Но общество всегда меняли не короли, а коперники, поэтому вот только снизу на сегодня можно добиться каких-то перемен. Дмитрий Алексеевич, здравствуйте. Меня зовут Павел Масной, лаборатория социальной геометрии. Благодарю вас за то, что открыли такой большой мир у Александра Сергеевича Пушкина. Хотел бы подтверждение ваших слов по ГЁТА, то, что вы говорили. Я хотел бы еще напомнить, что Вефистотель предлагал обеспечить деньги непосредственно чем-то зарытым в земле, то, что там хранилось. Это тоже очень интересно. И хотел бы задать вопрос непосредственно вам. Сейчас в современном мире люди все увлекаются. Космос, космология, там, звезды. Все это очень интересно. Но вот поднимая мировоззренческие вопросы, о которых говорили, мне вот хотелось спросить. Теория Большого Взрыва, не есть ли изначально такая подсознательная уловка, что жизнь зарождается из-за разрушения? Никакой взгляд непосредственно в концепции общественной безопасности? Есть непосредственно этот базовый вопрос, потому что вопрос достаточно серьезный, он завладевает умами очень многих. Спасибо. Тема такая очень сложная в режиме, я не могу раскрывать ее сейчас подробно. Но хочу сказать, что для меня, как для физика, в том числе, абсолютно неприемлема теория взрыва. Почему? Ну, когда я тут беседовал с одним человеком, он говорит, ну, время, оно же тоже началось с момента взрыва. Я говорю, что, ну, ладно, время началось с момента взрыва, а взорвалось-то что? Чтобы что-то взорвалось, что-то должно было быть. Ну, в общем, понимаете, к великому сожалению, наука вся от начала до конца, она является плодом концептуальных воззрений и плодом концепции. Вся наука, в том числе физика, это не наука, это объяснение происходящего в рамках той концепции, которая задана. Наука, видите, вот там, где наука, образование, все выгоды, они там сидят. В действительности все устроено иначе. И основа в том, что посыл основной, что базовые постулаты, как бытия и, значит, это пространство, время, материя, энергия, они ложные. В действительности это не так. В действительности мироздание — это материя, информация и мира. Времени нет в природе. Время — это то, что возникает в мозгу у человека, когда он сравнивает наши самые два разных частотных процесса. И если вы посмотрите на все происходящее, то, к сожалению, вы правильно говорите, куда-то мы залезаем. Первое, что мы не понимаем, мы не понимаем самого человека, потому что нужно залезть вот сюда. И здесь процессов для изучения гораздо больше, чем во всей Вселенной, мы вместе взяты. И наша душа, она вот анализирует или вот эту обмолочку, или потом мироздание. Например, вот по сложности от ее души. И поэтому нам надо залезать не столько в космос, сколько в себя самих. И есть сегодня очень масса таких материалов, очень любопытных. Значит, что все мифы, включая и гравитацию, — это просто надуманное объяснение совершенно иных процессов. Возьмите сейчас в интернете, найдете, если потом тут мне подскажут адрес, но там показано просто опытом. В магнитном поле запускается волчок, и этот волчок зависает в воздухе, возвращается и парит просто, так сказать. И он не падает, нет гравитации, так оказывается. То есть, когда вы находитесь в вращающейся системе, там действуют совершенно другие законы. Это закон вращающейся системы. Но, к сожалению, это сейчас не могу в вопросе пояснить, но вы абсолютно правы. Здесь важно понимать, что наука — это следствие принятой консенсации. Мы говорим, что это очень максимально коротко. У нас остается пять минут. Вы на вопрос-ответ. Для этого делается все возможное, все мыслимое и немыслимое. Если вы посмотрите на то, что происходит у нас и на то, что происходит в Украине, то сценарии абсолютно одни и те же, ничем не отличаются. Посмотрите, тоже извращение истории. Та же наполненность СМИ. Вы вслушаетесь в то, что несут в СМИ. Вот послушайте там некоторые радиостанции. Там «Эхо Москвы», там «Бизнес ФМ». Я просто в шоке. Это ну или полная глупость, или полное непонимание происходящего. Задумайтесь, почему, допустим, телевизионные каналы с утра до вечера пропагандируют насилие, убийство, алкоголь, табак. Неужели непонятно, что это магия? Я сегодня просто хохотался, когда слушал так называемую «Русская служба новостей». И они говорят, вот так нет, вот все-таки расчлененку нужно показывать или не нужно? Нужно всю правду показывать. Извините, вся правда разве в этом? Я вот вам скажу на своем примере, я прожил, слава богу, но я ни разу в жизни не видел сцену тьфу-тьфу, насилие и убийство. Ну просто не видел, ни разу в жизни. На экране телевизора я это каждый день вижу минимум сотню раз. Так это что, отражение жизни? Больше они говорят, вот нет, убийство надо почему-то... А остальное почему не нужно показывать? Почему не нужно показывать студентов, рабочих, крестьян? Значит, то, что вы показываете на телевидении, то у вас и будет в жизни. Неужели это непонятно? Это же азбука магии и колдовства. В этом колдовство-то и сводится. Вы формируете мыслеформулу, не жизнь отображает телевидение, не телевидение отображает жизнь, а жизнь отображает телевидение. Это же азбука. Почему показывают с утра до вечера там Киркоровых, там Пугачёвых, там с их замками? Да только для того, чтобы разжечь ненависть, ну, у человека, который, работая, еле-еле сводит концы с концами, у детей нечем прокормить. Для чего показывают самые длинные в мире яхты, самые большие, там, самые дорогие клубы, самых дорогих футболистов, исключительно для того, чтобы разжечь ненависть. Вот, поэтому мы с вами просто это должны понимать. И мы с вами должны сделать всё, чтобы этого не состоялось. И не состоится это только в том случае, если у нас, вот, меропонимания будет достаточно, что это не просто так всё происходит. Это происходит целенаправленно, подготовленно. Просто у нас сценарий от Украины, он идёт с некоторым благом. Вот, и эта информация, она есть, конечно, и у высшего руководства страны. И благодаря тому, что у нас разработана концепция общественной безопасности, и отличие от Украины, которая никогда не была носителем концептуальной власти, у нас концептуальная власть всегда была. И в критические моменты истории над государственной властью у нас всплывает лодка подводная над государственным управлением. И сейчас вот такое как раз происходит. Поэтому нам с вами, безусловно, удастся предотвратить любые вот такие провокационные сценарии, которые, конечно же, очень активно готовятся. Ещё раз повторяю, что угрозы изнутри у нас гораздо более опасны, чем угрозы изнутри. АПЛОДИСМЕНТЫ И это действительно удивительная перспектива. И ощущать то, что каждый из нас может быть инициатором новых тенденций, новых изменений, благоприятных и абсолютно правильных и благоприятных для нашей земли, наших близких, родных, всего народа и года человечества. Поэтому я благодарю всех вас, собравшихся в этом зале, что вы потратили своё несуществующее время. АПЛОДИСМЕНТЫ Потому что много друзей и соратников есть в сети. На самом деле очень много людей сейчас идёт навстречу друг к другу, может быть, через какие-то конфликты, но в любом случае находится понимание, как и между высокопосадными.